Мы создаем самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. То, что сделали вместе Степенсонт, Форд и Боинг. Принципиально новая транспортная отрасль нужна всем. Человечеству, каждой стране, каждому городу, каждой семье и каждому человеку. На разработку транспортной инновации Rail Skyway потребовалось 36 лет и более 7 миллиардов рублей. Чтобы начать продавать эту технологию, необходимо построить тестовые участки, на которых она будет сертифицирована и показана заказчикам со всего мира. Для этого нам необходимо в ближайшие три года инвестировать средства, соизмеримые с уже вложенными. После этого мы обгоним всех и навсегда мировой транспортной ниши, емкость которой превышает бюджет России в несколько раз. И займем не менее 50% этого рынка. Подобное уже удавалось в истории. Например, Боинг, империи рушатся, распался Советский Союз. Но его инфраструктура, в первую очередь транспортная, осталась, как живет и работает в Транссибирском магистрале, построенный век назад, пройдя через революцию, гражданскую и мировые войны. Построенный построенным технологиям небесной дороги SkyWay, также будет работать на благо людям столетия, гнася доход тем, кто рискнул и пришел в свое время инвесторам в эту инновационную технологию. По сертификации проект придет из разряда инновации в разряд инвестиционный проект. Далее технология придет в адресные транспортные проекты, реализованные на всех континентах планеты. И километрами или метрами этих дорог, в зависимости от объема вложений в технологию, будет владеть каждый конкретный инвестор. А его инфраструктурная собственность и дивиденды от нее перейдут затем по наследству к потомкам. Недорогие, безопасные, эффективно дороги необходимы не чиновникам и государству, а простым людям. Тем, кто и платит за проезд по этим дорогам и своего кошелька. Кошелька как пользователя, так и налогоплательщика. То есть это нужно только нам с вами. Поэтому и начато народное акционирование инноваций по британскому праву на выгодных для инвестора условиях. Акции нашей компании будут переформляться на новых инвесторов с большим дисконтом. То, что через несколько лет будет стоить миллионы, сегодня можно приобрести за несколько тысяч рублей. Начнем вместе строить наше достойное будущее. Комфортное, безопасное, экологически чистое, с высоким уровнем жизни. Будущее, которое не стыдно будет передать по наследству детям и внукам. Добрый вечер, дорогие друзья! Как меня слышно, как видно? Поставьте десяточку, если хорошо. Единичку, если не очень. Пятерочка, так себе. Приветствую, Гродно. Отличненько. Давайте, как всегда, во-первых, хочу поздравить всех со вторым днем весны. Наступила весна, мы сегодня поговорим. У нас будут очень интересные моменты. Тема очень интересная. Сезон из жизни. Плюс новости очень сильные. Перед этим давайте сейчас сделаем, наверное, опрос, который вы раз на итоговом вебинаре. Сейчас открою опрос. Давайте, кто первый раз, поставите первый раз и ответить. Кто второй более, ставьте галочку, ну, выделяйте и отмечайте. Ну, ты с Парижа, нам привет. Михай. Я хочу сказать, дорогие друзья, что нас сегодня уже около 600 тысяч человек только в Skyway Invest Group и партнеров, которые работают именно партнеры. Не просто зарегистрированные партнеры, а именно партнеры, которые работают. Их больше, чем из 50 стран мира. Вообще, зарегистрированных пользователей у нас в 176 странах мира. Зарегистрированный пользователь, тот, кто поддержал проект Skyway, зарегистрировался, сказал своим намерением, желанием, что ему нравится этот проект. Давайте поймем, сколько у нас человек сейчас новых. 10%. Привет из Индии. Виталий передает. Привет, Виталий. С наступившей весной. Ну, весна еще не наступила, а только сейчас наступает, дорогие друзья. Поэтому Адыгея первый раз. Привет, Адыгея. Планета Skyway Талашкина. Из Новокузнецка. Привет, Новокузнецк. Мерланд, как и обещал вчера, пришел. Привет, Мерланд. Абборланд. Здравствуйте, Языфы. Красноярск. Израиль. Астана. Весна в душе. Ну, тоже здорово. Привет, Салтая. Медведева, Елена Рубцовская. Байкальск. Ну, отлично. 9,3%. Скоро должны сделать. И с мобильных устройств тоже сможете голосовать. Мы сделали сейчас такую статистику. И поняли, что, дорогие друзья, у нас уже переваливает больше 50% пользователей, которые заходят с мобильных устройств. Ну, с телефонов, с планшетом. Ну, я сам скажу, уже больше захожу с мобильных устройств на сайт и в интернет кое-что поискать. По времени и по количеству раз уже тоже захожу гораздо больше, чем в компьютер. Ну, потому что компьютер дома, а мобильные устройства сразу под рукой. Поэтому сейчас мы делаем многие процессы обновления личного кабинета. Будет сейчас сайт, не личного кабинета, а сайта. Будет более новый такой современный сайт. Все вопросы задавайте в конце. Потому что, если будете писать вопросы, я их не увижу. В конце у нас будет время для вопросов. Ну, хорошо, дорогие друзья, давайте я останавливаю опрос и пойдемте дальше. Сегодня итоговая встреча с руководителем фонда Skyway Invest Group. То есть, со мной я являюсь генеральным директором группы компании Skyway Invest Group. Также основателем компании RSV Investment Group, торговый знак, который Skyway Invest Group. И в этом году, 22 февраля, было ровно 4 года, как я познакомился с Анатолием Дорчем Юницким. Я позвонил ему в этот день, до 12 февраля. Он как раз был в Эмиратах, с партнерами разговаривали. Передал ему огромную благодарность. Не только от меня, а от всех партнеров нашего фонда Skyway Invest Group. За то, что он сделал такой замечательный проект Skyway. Который мы не только помогаем огромному количеству людей улучшить свою жизнь. Но также люди начинают видеть свое будущее. Потому что, знакомясь сейчас с огромным количеством людей. Вот знаете, как у меня знакомство было 4 года назад. Я должен был полчаса пообщаться с Юницким. Но пообщались 2 часа. И потом целую ночь я практически не спал. Я сказал сам себе, наконец-то я нашел то дело, которое я могу заниматься до конца своей жизни. И даже передать по наследству то дело, которое я смогу сделать за это время. А жить я собираюсь до 150 лет. Чтобы вы понимали, минимум в этом году мне 50. То есть первая юность проходит, скажем так. Поэтому, что хочу сказать, дорогие друзья, что вот то, что я почувствовал тогда, 4 года назад, с небольшим. Огромное количество людей, которые зарабатывают деньги, зарабатывали деньги в других направлениях, может быть. Но имели какую-то неудовлетворенность. Приходя в Skyway, вот многие, кто отзывы пишет и записывает на видео, можете посмотреть. Говорят следующее, что до знакомства со Skyway я был, ну как, вроде бы и деньги есть, вроде бы все нормально. Но какая-то невостребованность в жизни. И когда знакомятся со Skyway, получается, что человек находит то дело, которое может посвятить всей своей жизни. И самое главное, не просто заработать денег, не просто там заниматься чем-то, а еще и привнести в полезность, сумасшедшую полезность огромному количеству людей на планете. И самое главное нашей планете, помочь ее сохранить зеленой, красивой. И когда мы слышим, и те желания, которые говорит Анатолий Дальчуницкий, вывести вредное производство за орбиту Земли, чтобы за орбитой Земли было вредное производство, а не на Земле. Потому что, знаете, вот многие говорят, что я слышал не раз уже такие, в свой адрес, вот, грубо говоря, там загадили планету, еще космос хотите загадить. Но поймите одну важную вещь, что когда, вот загадываем планету, почему? Потому что для того, чтобы, когда мы добываем ту же железную руду, ее нужно переплавить. И мы ее переплавляем здесь, а это все вредные газы, которыми мы дышим. Это все равно, что, знаете, вот вы разожгли костер, и листья горят, а вы ими дышите, да? Практически то же самое. Для того, чтобы тот же металл нам сделать из железной руды металл, достаточно вывести его за орбиту Земли на Солнце, где ничего полить не нужно. И он просто сам начинает плавиться, а мы его заливаем в те формы, в которые нам нужно, и потом поставляем на Землю уже готовые изделия из металла. Ну и так из других изделий в том числе. Поэтому это не просто сохранение планеты, это и экономия на многих ресурсах планеты. Потому что есть ресурсы, которые заканчиваются, они должны быть, может быть, на очень огромное количество, тысячи лет, может быть, а их сегодня, посчитали, хватает там максимум на 100, на 200 лет. Для этого нам ресурсы нужны сохранить эти. И вот хочу сказать, что огромное количество людей понимает, что, привнеся своей работой, мы не только отдаем людям возможность получить с нами хорошую работу, реализовать свои мечты за очень короткий срок. Но самое главное в том видео, последнем, которое вы слышали, я убежден, я всегда говорю, чем быстрее человек начнет заниматься многоуровневым бизнесом, тем быстрее он реализует свои мечты. А если он быстрее начнет заниматься многоуровневым краудинвестингом, тогда этот человек еще быстрее сможет реализовать свои мечты. То, что нам предложил 4 года назад Натальевич Ленинский поддерживать его технологии, получать бонусы за продвижение, скажем, этой идеи, это достаточно сильная вещь. Ну, вы, наверное, прочитали, кто я такой, не буду я повторяться. О чем поговорим сегодня? Подведем итоги февраля. Дальше хочу поговорить с вами о сезонности жизни, потому что сегодня 2 марта, и надо понимать, понимать, какие наши цели, амбициозная наша цель, это 15 миллионов человек, мы хотим в этом году в Skyway Invest Group получить, как людей, поддерживающих нашу технологию. Технологию бизнеса Skyway Invest Group, и технологию транспортной системы Skyway. Также поговорим о последних новостях, и я отвечу на ваши вопросы. Итак, я хотел поговорить, дорогие друзья, сезонности в жизни, или обо временах года, которые не только существуют в природе, зима, весна, лето, осень, но также существуют в душе человека, в состоянии, внутреннем состоянии человека. И что такое зима? Зима, когда все замирает, все идет в спячку, медведь сосет лапу, когда спит. Люди, раньше, когда не было такой цивилизации, которые сейчас жили в избах, естественно, ложились рано спать, размножались очень много, детей было. И что происходит в душе человека, когда наступает зима? Зима, когда у человека один период закончился, и наступает, должен наступить второй, но он еще не знает, что это за период, и как к нему подойти к этому периоду. Когда наступает весна в природе, мы видим, как тает снег, бегут ручьи, начинают свистеть деревья, подснежники, кто в лес ходит, начинается зарождаться, набухать почки, зарождаться будущий урожай, в селяне делают посев. Летом, наслаждаясь теплом, обязательно необходимо, скажем так, свой урожай будущий оберегать, а уже и летом начинается даже, скажем, первый сбор урожаев, это пшеница, это картофель, кто знает, там, сорокодневка. А что происходит в жизни человека, когда весной он находит какие-то возможности, он начинает очень быстро сеять новую информацию, для того, чтобы эти возможности стали более реальными. И лето в жизни, в состоянии человека, это когда человек успокаивается, почему с сезонами жизни так вот происходит, когда человек выезжает на отдых, на какие-то, может быть, развлечения, и он хочет отдохнуть, потому что весной он очень много поработал. И подготовка к осени, когда осенью идет урожай, и осень, когда начинают листья опадать, деревья начинают быть голыми лысыми, травка начинает желтеть, и покрываясь опять снегом. Так вот, дорогие друзья, в жизни человека происходит то же самое. Когда зима, когда у человека состояние внутреннее, которое он не может, не знает, чем его получить будущее, какое в ближайшем будущем, вот это состояние зимы. У некоторых состояние зимы может быть летом, у некоторых весной, когда я пришел в систему многолуниевого бизнеса, я пришел 18 июля 1998 года, вернее, именно в бизнес, не в инвестиционное направление, а в бизнес 18 июля 1988 года, 1998 года, да, 1998 год, 18 июля. И тогда у меня был бизнес, у меня вроде бы все нормально было, были магазины, оптовый склад продуктов питания, ну и так далее. Да, я практически поставлял в том регионе, где я жил, почти 90% сахара проходило именно через мой оптовый склад. До этого я занимался в свое время бензином, ну и так далее. Но я к чему это подвожу? Вот вроде бы все было хорошо, и когда я получил информацию на уровне в бизнесе, вы знаете, я мгновенно включился в это направление, потому что в моей душе была зима, я искал новых возможностей. Я недаром нашел фотографию из снеговиков, которые замерзли, да, и ждут лета, когда вот так вот они представят себе лето. И вот человек, когда находится в состоянии зимы, он ищет новые возможности, он ищет новые горизонты, на которые он хотел бы наверняка, к которым наверняка прийти. И вот, дорогие друзья, я хочу сказать, что возможности, которые мы даем Skyway Invest Group, возможность реализовать свои мечты за очень короткий срок. У меня есть видео, которое называется «Как жить жизнью своей мечты через один максимум три месяца». А 20 марта выйдет второе видео, как бы бонус к этому видео, так что 20 марта, кто еще не подписался на мой канал YouTube, подпишитесь, и вы получите 20 марта, прямо с утра, часиков с 8 будет это видео, и в этом видео будут очень интересные моменты. Так вот, к чему я это все подвожу, что когда мы, человек находится в состоянии зимы, он очень быстро видит возможности. Когда мы говорим о тех возможностях, которые предоставляет бизнес Skyway Invest Group, человек может очень быстро в течение недели, двух недель прийти в бизнес. Именно по этой причине сейчас мы запускаем новую стартовую школу Skyway Invest Group Start 7D. То есть, это один из новых наших спикеров, выпускник мастер-профи 6-го, Илья Анисимов, который живет в Израиле. Этот тренинг проводится для всех, первое уже будет 3 марта в 10.00. То есть, те люди, которые хотят двигаться в онлайне, которые любят работать в интернете, в онлайне, для вас есть такая возможность. Вас ждет полное введение в бизнес со СВИК Skyway Invest Group, пошаговый руководство к действию, нацеленность на результат, каждый день новые темы, домашние задания. То есть, полный курс будет 7 дней. То есть, он начинается сейчас в марте, как раз вот для тех людей, которые ищут возможности. Поэтому расскажите всем тем, кто ищет возможности, пускай они уже завтра, 3-го числа в 10.00 приходят на этот тренинг, зарегистрируются и приходят на этот тренинг. Есть некоторые условия для этого, вы можете прочитать. Очень важно, что обучение со 2 по 7 занятия будет доступно только тем участникам, которые присутствовали на первом занятии. Поэтому завтра в 10.00 я рекомендую всем быть на этой школе. Второй момент для тех людей, кто не любит онлайн и хочет работать в оффлайне. Мы сейчас открыли вакансию в подразделении агитационной бригады на должность консультанта. С 1 марта 2018 года в московском офисе «Скавельный сгрупп» у нас завтра торжественное открытие офиса в Москве. Мы взяли сейчас большой офис в Москве, 500 квадратных метров, отдельное здание. Мы там поставим весной уже нашу модель струнного транспорта. И мы начинаем обучение. То есть одна из задач сейчас, почему мы открываем новые подразделения. Мы прошли год, посмотрели прошлый год работы, остались некоторые ребята, которые достаточно хорошо показали себя. Сейчас мы хотим создать профессионалов. И это те люди, с которыми, в основном с этими людьми, мы создадим именно нацеленность пока гид-бригады по России. И цель в России создать 5 миллионов зарегистрированных пользователей за этот год. И вот люди, которые сейчас приедут на обучение, кстати, кто хочет приехать, он может подать заявку и с вами проведут собеседование и пригласят. Потому что с 1 марта начинается, оно будет обучение до конца марта. Плюс обязательное посещение мастер-профи в середине марта, которое будет в Москве, в Подмосковье. Поэтому, дорогие друзья, хочу сказать, что мы подготавливаемся сейчас к весенним моментам, потому что у тех, кого в душе зима, давайте просыпайтесь и мы переходим с вами к весне. Потому что все эти направления, которые мы сегодня вам предложили, если ваше состояние зимы, весна вас разбудит. Что такое весна, дорогие друзья? Снег начинает таять, подснежники начинают расцветать, селянин начинает сеять. И если вы один сеете, то вы потом и один будете снимать урожай. Если же вы сегодня приедете уже на мастер-профи или придете на обучение со своей командой, вот как трактор этот нарисовал я, тогда вы становитесь ведущим этого бизнеса, где вы начинаете сеять со своими бизнес-партнерами, дорогие друзья. Весна – это уникальный момент в жизни каждого человека. И этот сезон жизни, и это внутреннее состояние весны, оно определяется тем, что человек быстро начинает реализовывать свои мечты и идти по пути своего призвания и предназначения. Когда человек находится в состоянии весны, он начинает творить, он начинает делать такие вещи, которые, казалось бы, когда он был в зиме, невозможно было сделать. Что мы предлагаем для того, чтобы вам очень активно в Skyway Invest Group войти в состояние весны и быстро начинать сеять новые, скажем, ваши посевы в нашем бизнесе Skyway Invest Group. Мы запустили интерактивный прогрессивный тренинг Мастер Профи офлайн. Мы в этом году перестали делать онлайн, только офлайн. У нас прошли первые Мастер Профи в отрыву, потом в Астане, в Алма-Апте, в Казахстане, в трех городах, в Челябинске. У нас прошли в феврале месяцы в Минске, в Беларуси, в Лондоне, в Великобритании, в Голкост Австралии и еще сейчас будут уже в этом месяце в Москве и в России вот сейчас проходят как раз в эти дни в Хабаровске, в Италии и вы можете на сайте посмотреть расписание Мастер Профи офлайн и сейчас уже записаться, дорогие друзья. Вот я хочу сказать сразу, если вы хотите с нами начать делать достаточно хороший интересный бизнес и стать профессионалом этого бизнеса, этого направления, я рекомендую вам включиться быстренько в Мастер Профи. Очень быстро. Потому что, дорогие друзья, если вы начинаете образовываться и обучаться, вы имеете очень быстрый результат. И Мастер Профи офлайн мы подготовили тренеров в конце января, мы были в Минске, у нас было около 40 кандидатов тренера и сейчас эти тренера сертифицированные во многих странах мира начинают проводить эти мероприятия Мастер Профи офлайн и результаты, которые мы наблюдаем после Мастер Профи просто сновсшибательные. Поэтому, дорогие друзья, Мастер Профи офлайн создан для того, чтобы сейчас в этой весне, которая наступает в вашей душе, весна, которая реально наступает у нас в сезонах, которые происходят сейчас во времена года и она действительно весна 2 марта, оно будет совпадать, где вы будете делать очень хорошие посевы, где вы посеете огромное количество правильной работы, информационной правильной работы и ваш результат будет уже летом, дорогие друзья. Также вы можете ознакомиться в разделе АИП, Мастер Профи офлайн стоит 1300 юнитов и Мастер Профи офлайн рассрочка, где вы можете тоже заплатить рассрочку и вы можете посещать уже наше обучение. Для вот этих групп, которые у нас будут до мая месяца, вы когда приобретаете Мастер Профи офлайн, дорогие друзья, вы оплачиваете только дорогу, когда вы приезжаете на тренинг. Проживание и питание мы обучаем, мы оплачиваем как компания. Мы посчитали, что у нас достаточно сложилась такая неплохая прибыль за прошлый год, мы решили инвестировать эту прибыль в наши кадры и мы вот февраль, март и апрель месяц готовы оплачивать обучение, то есть ваше проживание, ваше питание на эти три дня вам оплатить нужно только дорогу, приехать, скажем так, взять ноги в руки и приехать на это мероприятие, естественно, оплатить в Мастер Профи офлайн и приехать, но вы еще получаете достаточно большие бонусы в виде долей компании Skyway за то, что вы обучаетесь и еще получаете очень хорошие бонусы. Поэтому, дорогие друзья, тот, кто сейчас будет на Мастер Профи офлайн в марте и в апреле месяце, у вас есть очень большие шансы в этом году уже стать как минимум топ-менеджером, но может быть даже кому-то удастся стать президентом, минимум советником президента. Дальше, я встречаюсь уже 10-11, сегодня подал на визу, по ускоренной, мне пообещали, что вторник-среда я уже получу визу и меня ждут в Лондоне, 10-11 я буду в Лондоне, меня давно уже ждут, два года, сейчас я приеду, уже буду встречаться с нашими партнерами в Лондоне, мы будем разработать стратегию работы по всей Великой Британии и по всем англоязычным странам, которые сегодня существуют в мире, а стран достаточно много, одна из них это Индия, как правильно работать и как формировать работу в этих регионах. Поэтому, дорогие друзья, для весны, для тех, у кого в душе весна, у нас все подготовлено очень здорово. Наступает лето, для кого-то лето наступило уже в феврале и вы видите вот эту фотографию слева, это не просто красивая фотография, это люди, которые являются топ-лидерами нашей компании, Арманд входит в департамент многоуровневек краудинвестинга, как один из членов директоров и Ольга и Арманд в феврале месяце 17 февраля, как раз сделали это торжество. Мы были там на этом празднике. Многие, кто знает Арманд и входит в ближайшее окружение, Арманд и Ольги, они были тоже на этом празднике. Это действительно было красиво. И вы знаете, вот, можно так сказать, что благодаря Skyway Invest Group они смогли себя найти и поженились. Потому что Ольга до Skyway Invest Group работала в одной из маркетинговой компании, работающей через интернет. Немножко работала в интернете. Арманд работал в Англии в отельном бизнесе. И когда образовался Skyway Invest Group у нас было промоушен на Барселону, тогда они друг друга не знали. Ну, по крайней мере, Ольга, может быть, и слышала что-то об Арманд и не знали. И вот в Барселоне у них все случилось, они влюбились и дорогие друзья, я очень рад тому, что в Skyway я даже сказал, говорю, давайте организуем такой клуб. Все, кто знакомится в Skyway Invest Group будут входить в этот клуб, потому что образовываются семьи, появятся наверняка дети, потомство, и это действительно очень радостно, потому что многие ищут свои половинки, а здесь люди, видите, нашли, и я знаю, что это не единственная пара, которая здесь нашла себя, таких пар в Skyway Invest Group очень много. И что же такое лето, дорогие друзья, вообще, если говорить по временам года, то лето, когда мы наслаждаемся теплом, жарой, мы можем ездить на рыбалку, на озеро, на реку, мы можем ездить на отдых, но селяне, они начинают ухаживать за своим урожаем и начинают собирать первые свои сборы. И вот, дорогие друзья, один из моментов, который нас будет ожидать, а, и, кстати, лето еще начнется для многих, кто выполнил промоушен с сентября по декабрь месяц, 17 марта победители промоушена Яркое солнце Эмирата отправятся в круиз по Эмиратам, там будет эксклюзивное обучение для менеджеров, то есть все, кто менеджеры, смогут присутствовать на моем эксклюзивном обучении для менеджеров, это будет очень сильный тренинг, чтобы вы понимали, это тренинг, который повысит уровень сознания наших менеджеров примерно до уровня сознания философии минимум советника президента, а то и президента, потому что человек, почему начинает расти по карьере, он начинает видеть другие горизонты, для того, чтобы он видел другие горизонты, ему необходимо войти в определенное окружение. Однажды, когда я только начинал свой бизнес, это был 1999 год, бизнес многоуровневого маркетинга, и я услышал, что будет тренинг, где собираются наши, той компанией, где я был, миллионеры, то есть люди, которые заработали миллион или уже подходят к этому миллиону, то есть люди, зарабатывающие от 25 тысяч долларов и более, и вот для них было обучение, для того, чтобы попасть на это обучение, нужно было выполнить определенный промоушен, и я вспоминаю, что я выполнил этот промоушен, я за последние деньги поехал на этот тренинг, он проходил в Кабардинке, в отеле Надежда, кажется, да, под Сочи, в Краснодарский край, и я вспоминаю, что у нас три человека только было из 50, которые зарабатывали 3-4 тысячи долларов в месяц, и после этого тренинга через три, хочу вам сказать, через три месяца мои доходы увеличились в два раза, а к весне, это была как раз осень, а к весне уже, к маю месяцу я зарабатывал почти 10 тысяч долларов в месяц, дорогие друзья, то есть я к чему это подвожу, что когда вы находитесь на обучении и с людьми, которые уже другого способа мышления, ваше мышление повышается до этого уровня, ну, знаете, есть простая такая поговорка, может быть, да, кто-то слышал, что социум определяет сознание человека, то есть если предположим человека, нормального человека, запустить в общество, ввести его в общество, к примеру, бандитов, хочешь или не хочешь, он стать им бандитом, если нормального человека поместить в общество проституток, политических или реальных проституток, да, этот человек станет продажником, ну, продастся, может, он будет лучшим продажником, да, он продастся, то есть он будет проституткой самая настоящая, если поместить человека в общество, бедного человека, в общество богатых людей, миллионеров, вопрос времени совсем чуть-чуть когда он быстро станет миллионером потому что сознание формирует социум в котором находится человек и вот тот тренинг который сейчас будет в эмиратах он создан будет для того чтобы повысить уровень сознания повысить на другой уровень людей и который сейчас менеджер чтобы они очень быстро стали советниками президентом или президент чтобы они мысли категориями большими категориями но также лето как я говорил на полях и в садах начинается сбор урожая так и у нас будет экофест 2018 году они правильно писали кофе с 2018 в числе лучших и ивентов года не ивентов а ивентов года официальная дата проведения кофе 100 2018 года будет объявлена первое мая 2018 года то есть ждите первого мая сейчас я попрошу чтобы поставили видео с первое кофе 100 который был в 2017 году можно пожалуйста поставить это видео украина здравствуйте николай украина кирсу Из города Ресик, Нелангия. Меня зовут Петр Жалба. Я являюсь представителем SkyWay. Я из группы Италии. Я из Кандалюбчака. Я из Ханчвилла, Алабама. Тамничи, Италия. Хабаровский край, Дарьма, Москву. Меня зовут Халиф. Я из Украины. Я из Украины. Некоторые люди не смогут найти свое счастье. Не знать, не чувствуют, что такое счастье. А я... По своей жизни, вот... Каждый шаг я чувствую счастье. Мне повезло в моей жизни осознать и понять, что-то такое великое. Потому что в основе его лежит спасение планеты Земля. Представлены многие страны мира. Очень развитые. Все открыты. Дружественны между собой. Я был довольно очень впечатлен. Потому что в этом проекте уже три года. И уже три года первый раз попал. Его очень увидел. Что за это время построилось. У меня были бешеные эмоции. Самое, конечно, грандиозное впечатление произвело именно то, как в экотехнопарке сейчас все выглядит. Эмоции пресчут через край от осознания того, что проект, который делается у нас в Беларуси, он будет развиваться по всему миру. Вот буквально несколько лет тому назад то, что было мечтой многих людей, теперь воплотилось в реальность. Вот буквально сто-двести лет тому назад и поезда были сказкой, и машины были сказкой, и самолеты, и корабли. Все это было сказкой. Все это было чьей-то мечтой, да? И буквально через лет десять-двадцать, поверьте на слово, люди не смогут представить свою жизнь без юнибусов, юнибайка. Впечатлений масса. Потрясающая школа. Ну, слов нет. Настолько все идеально. Это мощное обучение дало мне видение, как нести, как нести скайвей в массы народа. И я настолько уверена, что вот эти занятия, которые мы сегодня прошли, это такая мотивация не только для меня, которая три с половиной года в этом проекте и очень многое знает, а для всех тех, кто сегодня первый раз на подобном мероприятии. За два дня, можно сказать, прошла школу целой жизни. Получила очень большой заряд эмоций. На целый год, думаю, хватит. За эти три дня, которые я побывал на третьей категории, я увидел очень многое. И я очень впечатлен. Сюда я приехал для того, чтобы реализовать свою мечту. Я получил уникальную формулу по осуществлению своей мечты. Моя мечта сбылась. Я поставила себе цель посетить эко-технопарк. Меня отговаривали и говорили, ты все увидишь в роликах. Но я сказала, я не видела, как полетела ракета, но я увижу, как поедет новый транспорт. Грандиозное обучение, которое принесло лично для меня очень много позитивного, очень много толкового. И вот эти четыре дня – это фейерверк. Это на одном дыхании понять и увидеть этот транспорт, увидеть масштаб этого проекта, быть к этому причастной. Получился такой прорыв, столько информации и вся очень нужная. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Решение каждый человек принимает сам. Я просто призываю вас, идите в интернет и напишите просто Skyway, что это такое, какой он рынок имеет, какой он ориентаблис имеет на рынок. Обычно великие люди говорят, тот, кто умеет мечтать как ребенок и работать как взрослый, те люди достигают великих успехов. Когда узнала про этот проект, я в него очень влюбилась. Нет никого, никто и ничто, что сможет вытащить меня из этого проекта. Я буду держаться руками и ногами и буду идти до конца. Мы получили неоцененный опыт и знания, которые, конечно же, дадут продвижение не только мне в моем бизнесе в рамках Skyway Invent Group, но и самому этому проекту, потому что мы все вместе помогаем делать великое будущее. Будущее за эти виды транспорта, гордость, эмоции, мозг воспален до такой степени, что трудно говорить, трудно произносить, трудно общаться. Компания Skyway именно делает то, о чем говорит. Информация о струнном транспорте будет разлетаться по всему миру очень быстро. В ближайшие годы мир узнает о вас и о нас, акционерах компании Skyway. Надеюсь, что в следующем году вы будете вместе с нами. Мы сейчас меняем мир. Я хочу, чтобы каждый человек объединился и с нами менял мир. На данный момент нет ничего более могущественного, чем идея, время которое пришло. И я думаю, что идея Skyway на данный момент одна из самых могущественных в мире. Я сразу поняла, что это то великое дело, к которому для меня очень важно быть причастным. Я всех вас приглашаю в Skyway, приглашайте своих родных, близких. И если вы хотите быть на гребне волны, если вы хотите быть в нужное время, в нужном месте, то это как раз то место. Этот проект не только меняет мир, она объединяет всех людей на земле. Она улучает нашу жизнь, нашу землю. Я еще больше буду говорить, что люди ценили свое счастье. У каждого человека есть счастье. А это шанс держать свое счастье. Я так думаю. Так что, дорогие друзья, летом, когда происходит сбор урожая уже потихонечку, Экофест, это будет как раз экватор, как говорят сегодня, середина года, когда можно будет сделать под итог своей работы, своей деятельности. Я прочитал этот вопрос. У нас, видать, новичок вообще, который не понимает, куда пришел, что за бизнес вы предлагаете, написал. Друзья, я бы хотел, чтобы приглашали на итоговые встречи со мной и на вебинары людей, которые хотя бы прошли какую-то ознакомительную презентацию, встречу. А для вас, Андрей, отвечу. Мы предлагаем бизнес Skyway Invest Group. Это возможности просвещаться по инвестиционной финансовой грамотности, стать человеком, который понимает, что такое инвестиции, что такое бизнес, что такое предпринимательство и реализовать свои мечты за очень короткий срок. А также мы поддерживаем своей работой технологию Skyway, внедрение технологии Skyway во всем мире. Skyway – это струнный транспорт второго уровня, который мы с вами финансируем и строим. Не мы строим, строим компанию, а мы помогаем финансированию для того, чтобы быстрее это построить. И в прошлом году мы получили сертификат на вот этот Unibus, который 14-местный, хотя мы видели новости, я поговорю об этом сегодня, что 24 человека может зайти в этот Unibus и нормально при загрузке этого Unibus и когда Unibus выходит из этого Unibus, сколько времени проходит для того, чтобы понять, сколько Unibus, на какой пассажиропоток и количество, скажем, километров, не километров, а квадратных метров станции должна быть при каком объеме. Так вот, дорогие друзья, ждем 1 мая и узнаем, когда же будет Экофест. Я хочу сказать, что на Экофесте в прошлом году было нас где-то около пяти тысяч человек, в этом году нас будет гораздо больше. Мы узнаем очень много новостей. Ну, дорогие друзья, и осень. Осень в жизни каждого, это когда мы собираем урожай, когда мы видим огромное количество фруктов, овощей. Обычно почему раньше, ну, по крайней мере, на Руси свадьбы делали именно осенью, после сбора урожая, чтобы уже, скажем так, столы были наполнены едой, чтобы все гости, которые пришли на свадьбу, они имели возможность много, скажем, поесть, чтобы не сказали, что свадьба бедненькая. Так вот, дорогие друзья, что происходит в нашей жизни с Skyway Invest Group будет происходить осенью. И что такое осень? Это тогда, когда ты видишь свой потенциал и ты видишь уровень своей работы. Стал ли ты консультантом, или менеджером, или лидер-менеджером, или топ-менеджером, или советником президента, какую цель ты себе поставил. И когда наступает осень, ключевой момент, тогда необходимо посмотреть, а чего ты получил, достиг, каких целей ты достиг, каких целей ты реализовал к осени. И осень... Почему я думала, что ты и старше меня? Вот видите, на компьютере включилась не Siri, а Яндекс. Вот оно что. Как же мне теперь это убрать? Как же мне это убрать? Вот, убрал, кажется, да? Алиса. В Apple Siri, а здесь Алиса. Включается сама по себе. Даже непонятно почему. Так вот, дорогие друзья, осень, когда, скажем, вы собираете урожай ваших целей. Те цели, которые вы поставили для себя, те цели, которые вы создали для себя, вы можете оценить. И если вы вдруг не пришли к этим целям, то оцените понятие, почему так произошло. И мастер-профи, вторая часть, первая часть, все, кто будет посещать, но вторую часть мы хотим сделать именно осенью. То есть, вторая сессия, можно так сказать, где за это время, за весну, за лето вы сможете сдать тест вопросы, вы сможете попрактиковаться хорошо. И осенью мы хотим провести именно вторые сессии мастер-профи и вручение дипломов менеджера многоуровневого краудинвестинга. Когда я в чатах читал, когда написали, что у нас будет теперь выдаваться диплом менеджера многоуровневого краудинвестинга, задали вопрос, а что мне с этим дипломом? Скажу первый важный момент, это престиж. Я являюсь магистром по профессии менеджера многоуровневого бизнеса. Я окончил академию информационных технологий Дубковских еще в 2003 году. Я прошел тогда четыре сессии, потом можно было еще четыре сессии, но мне уже некогда было. Но я очень многому получил на этих сессиях. И сертификат, который мне вручили, с одной стороны, ну вроде бы как нормально, но, вы знаете, я познакомился с одним человеком, он был чиновник, работал в исполнительной власти. И жена его занималась многоуровневым бизнесом, он решил тоже пройти обучение, получил такой сертификат. И когда-то мы с ним поговорили, он говорит, меня работа достала, наверное, приду вместе с вами работать, хотя там не одна компания, там много компаний обучалась. И вот он начал мне рассказать о своих проблемах, я говорю, да пошли их нафиг, скажи, все, не повысите мне зарплату, ухожу. Покажи, говорю, свой диплом, сертификат магистра по профессии многоуровневого бизнеса и все. Мы встречаемся с ним на каком-то мероприятии очередном, он говорит, представляешь, мне повысили зарплату, мне дали новую машину, мне дали новый кабинет, только чтобы я остался. Потому что я пришел и сказал, вот у меня, видишь, сейчас пойду с женой работать, я вообще дипломированный человек, поэтому вот Алис Гуд все надоели. Его вызвал начальник, сказал, все, пожалуйста, останься, мы без тебя не можем, ты супер специалист, все, вот то, что хочешь, пожалуйста, мы тебе сделаем. И вот я к чему это подвожу. В Skyway Invest Group мы расширяемся и вы видите, вот кто с нами хотя бы два года, вы видите, как мы расширяемся очень сильно. У нас огромное количество представителей, даже по офису, если взять, мы сейчас 500 квадратов офис, и он немножко не хватает, в Москве еще квадратов 100 нам необходимо будет для тех направлений, которые мы сейчас развиваем, для усиления финансирования компаний. И вот люди, которые будут представлять наши интересы, в первую очередь мы будем ориентироваться на тех дипломированных менеджеров на уровне краудинвестинга, которые получат эти дипломы, которые защитят эти дипломы, ответят на тест-вокросы, подпишут у восьми, если не ошибаюсь, тренеров, и последняя подпись должна быть за мной. То есть я хочу каждого лично знать человека, который будет работать в команде Skyway Invest Group не только как лидер сетевик, но и как, может быть, человек в штате в разных направлениях, которые мы сейчас будем делать. У нас уже, я уже говорил, более 50 АЛАН проектов по внедрению адресных проектов Skyway, и в этом году мы уже, ну сейчас я перейду к новостям постепенно, так вот, осень, которая будет в этом году, нас ожидает очень интересно. Почему эту фотографию? Не зря она стоит. Ротхук приезжал в начале 1 февраля, мы, 2, нет, 2 февраля, мы встречались в Минске, он встречался с Анатолидачем Мининицким, вы видели это интервью. И цель поездки была, чтобы сейчас реализовать уже адресный проект, первый адресный проект в Австралии. И в этот же день мы встречались чуть позже уже все вместе и общались на тему того, чтобы обеспечить финансирование и в Австралии, австралийскими партнерами и инвесторами. И мы разговаривали с Ротхуком, с Мэри, которая сейчас возглавляет Skyway Австралия. Мы пришли к очень интересным договоренностям. И я очень рад тому, что в Австралии мы сможем повлиять на финансирование, то есть Skyway Invest Group сможет повлиять на финансирование. То есть наш опыт, наши люди, которые прошли мастер-профи, они сейчас войдут, скажем, в сотрудничество с компанией Skyway Австралия и берут на себя обязательства. Вот только позавчера, мило встречаясь с лидерами Австралии, делала переговоры. И они взяли на себя обязательства полностью профинансировать первый адресный проект в Австралии, он небольшой. Но Ротхук сказал, что если у меня будут эти деньги, то уже к ноябрю, к декабрю я смогу полностью построить этот первый адресный проект. И я очень рад тому, что этот адресный проект мы будем финансировать 100% за счет средств многоуровневого краудинвестинга, дорогие друзья. И вот фотографию вы видите, сплетение рук, Антон Дорчунинский, Ротхук, я Андрей Хавратов. Мы пришли к очень интересным выводам, договоренностям. Ну, потом вот в ресторанчике мы так немножко с шампанским это дело поддержали. И все, кто сейчас в Австралии, мы будем прорабатывать программу. И уже, я думаю, что конец марта, начало апреля пойдет финансирование этого проекта в Австралии. И там очень достаточно хорошие перспективы по Австралии. Это, я считаю, очень большое достижение именно в работе многоуровневого краудинвестинга. Итак, дорогие друзья, сезоны жизни. Какое бы состояние сейчас у вас не было, внутреннее, зимы, весны, лето или осень, давайте мы будем делать так, чтобы мы своей работой могли усилиться не в 10 и не в 20 раз, а хотя бы в 50 или в 100 раз. Потому что мы взяли на себя обязательство увеличить своей работой результаты в 100 раз. В 100 раз больше, чем мы сделали за прошлый год. И все, кто хотел бы присоединиться к нам, давайте присоединяйтесь. Для этого создано и обучение агитационной бригады в Москве, и онлайн образование от Ильи Анисмова, и сейчас мастер-профи, которые будут проходить во всех регионах, и поездки, которые я буду приезжать в разные регионы, и встречаться с нашими партнерами для обучения, для того, чтобы быстрее внедрять на эту технологию. Я хочу сказать еще о некоторых новостях, что в Викторинбурге вычитали, наверное, новости. В 2025 году будет новый, скажем, Экспо-2025, и одним из его возможных преимуществ может стать струнный транспорт Skyway. Сейчас ведутся уже конкретные, не просто разговоры, о договоренности о том, чтобы сделать Skyway там до этого года. Но я уверен, почему, дорогие друзья, потому что лично у нас есть планы Skyway Invest Group профинансировать за это время более 100 тысяч километров дорог. То есть мы хотим профинансировать, и мы хотим повлиять. Сейчас у нас уже огромные переговоры с Казахстаном, которые назначены даты приезда в Минск, где задействованы местные, скажем, органы власти для поддержки Skyway. Они очень сильно нуждаются в Skyway. Сейчас мы будем встречаться здесь в правительстве Московской области, потому что на Евразийском форуме, когда я выступал и докладывал о Skyway, и в чем уникальность Skyway, к нам подошел один из представителей, достаточно такое лицо, можно так сказать, которое повлияет на некоторые работы Московской области. Но когда он сказал, говорит, почему вы к нам не приходите до сих пор? Я говорю, а как мы к вам приходили два года назад, три года назад, вы там китайцев берете, там трамваи какие-то хотят вешать, всякие тележки эти на подвесных дорогах, которые для горнолыжных курортов, а все хотят здесь, в Подмосковье, сделать. Говорит, не, не, давайте приходите, сейчас мы будем встречаться либо до Арабских Эмиратов, либо после Дубая уже в конце марта, и будем конкретно разговаривать о Московской области, потому что ничего, кроме Skyway, подойти не может. И я уверен, что к тому времени у нас будет уже построено, к 2025 году, от 10 до 100 тысяч километров дорог. Вы помните последние новости, строительные работы на участке грузовой трассы Skyway, они уже подходят к финишу. Сбор элементов путевой структуры, разводного кольца, на текущий момент смонтирован около 60% от общего количества металлокомерных инструкций. То есть осталось совсем немного, и весной, я думаю, в апреле месяце, уже грузовой Skyway, он тоже будет готов, и к лету, я думаю, мы вполне вероятно, к лету к осени получим сертификацию на грузовые системы. Мне поставили вот эту новость, но, к сожалению, я не знаю эту новость, поэтому я не скажу, она у нас была, скорее всего, Ладно, я перейду пока к другой новости, а эту новость озвучим позже. То есть вы знаете, что подписаны тоже на один из первых адресных проектов Skyway Индонезии, где Виктор Бабурин, один из руководителей стратегического развития ЗАО Струнной Технологии, подписан меморандум реализации программы. И пошли уже первые платежи за тех документацию, дорогие друзья. Это говорит о том, что вот что это означает, чтобы понимали, когда приходят деньги уже за техническую документацию. Это означает следующее, что уже идет капитализация акции Skyway. Она еще может быть незначительная, но она уже идет. Также вот хотел поговорить о час пике в Юнибусе и сказать следующее, дорогие друзья. То есть это очень важный момент, потому что пассажиропоток, когда заявляются вот у нас иногда такие цифры, что а сколько людей пропускает способность? Вот часто, какая пропускная способность? Мы начинаем считать и люди видят, говорят, такое невозможно. Вот в компании разработаны специальные скажем, направления, где нужно высчитать в реальном режиме времени сколько людей зайдет, сколько людей выйдет на станции, сколько времени нужно для того, чтобы пошел Юнибус дальше. То есть когда закроются двери, когда он пойдет дальше, для того, чтобы Юнибус тронулся и уехал, а люди либо зашли, либо вышли. Потому что если вы смотрели материалы, в которых написано, что каждые 10 секунд, каждые 20 секунд, кажется, каждые 20 секунд может подходить Юнибус и отходить Юнибус. Каждые 20 секунд. Поэтому вот этот момент с одной стороны, ну что там проверили, 24 человека зашло, 24 человека вышло. Да нет, дорогие друзья, это очень важный момент в подсчете автоматизации управления SkyWay. Также я хочу сказать, что публикация о струнных технологиях на одном из главных зеленых порталов США, GoBest, это сайт, посвященный инновационным экологичным технологиям, посещает более 3,5 миллионов человек. Это означает о чем? Это очень хороший пиар, даже уже сегодня в Соединенных Штатах Америки, надо сказать, родине Илона Макса, Маска, Илон Маска, да, который со своей теорией гиперлупа хочет запустить тоже в Америке. И я, вот помните статью, третья мировая за транспортную систему, какой транспорт будет введен. Вы знаете, когда я прочитал эту статью, я хочу сказать следующее, что третья мировая не хотел бы даже называть это, но я хочу сказать, что вот все, что предлагается сегодня на рынке транспортных технологий, вот все буквально, да, это либо слишком очень дорого, очень дорого, либо мне напоминает, знаете, что вот, помните фотографии, кто видел запряжены там несколько лошадей, там 8 или 6 лошадей, и они везут по рельсам трамвай. Это был городской транспорт такой во многих городах, и в Лондоне, и в Питере были такие такой транспорты, в Москве, когда не было еще двигателя внутреннего сгорания, и на лошадях везли вагончики. Вот сегодня существующая транспортная система, она мне примерно тоже напоминает, где они хотят получить большие скоростя 500 км в час, 1000 км в час, но не изменяя при этом концепции и подхода вообще в скоростях. То есть, они думают, что если они зальют огромное количество бетона, положат огромное количество металла, даже если это будет на втором уровне, то есть, таким образом они получат большие скорости. И получается взаимосвязь. Чем больше скорости хочешь получить, к примеру, 500 км в час получили, но там уходит куча металла, куча бетона и всего остального, более нужно аэродинамичными делать поезда, иначе они не дадут 500 км в час. А если говорить о 1000 км в час, значит, это симметрично, может так, пропорционально будет стоимости километра дорог. если сейчас японцы дали 550 км в час, и они будут строить, обещают, вроде бы, до 2022 года должны построить 180 км, которые обойдутся на километрах, там, больше 200 миллионов долларов за км и метр, получается, да? Так вот, если сделать 1000 км в час, то, соответственно, в два раза будет стоимость дороже. И что предлагает Skyway? Skyway предлагает более аэродинамичные транспортные средства, безопасные, металлоемкие, менее металлоемкие, меньше будет уходить бетона, меньше будет уходить разных затрат. И самое главное, самое главное, да, что это экологично безопасно для нашей планеты. Вот что самое главное. Не нужно под бетон хоронить огромное количество гектаров земли. И поэтому, дорогие друзья, вот это издание в Москве, в Соединенных Штатах Америки, я считаю, большое достижение. Ну и самый интересный момент, вы знаете, я найду слайд, и, наверное, в апреле, в конце марта, когда у нас будет итоговая встреча, я найду слайд, который я показывал ровно три года назад, конец марта 2014 года. Я показывал, каким образом Skyway будет влиять в ближайшие три-четыре года, пять лет. И там один из моментов был, это кадровые политики, где Skyway нужно будет создавать абсолютно новые кадры. И вот мы видим, что в Международном университете прошла встреча сотрудников Skyway со студентами, где уже из студентов, которые имеют направление мышления инновационное, уже компания отбирать будут кадры. То есть, представьте себе, в ближайшее время, мало того, что мы, как Skyway инвестгрупп, сейчас, в этом году, получим лицензию на образование и будем готовить кадры, в первую очередь, для себя. Мы будем готовить кадры. И это люди будут дипломированными именно для нас, чтобы они были вопе. Один из первых дипломов это менеджер многоуровневого краудинвестинга. Второй диплом это магистр по профессии менеджер многоуровневого краудинвестинга. Это те тренеры, которые будут готовить вот этих вот через мастер-профи менеджеров. И сама компания уже пошла в университеты и предоставляет возможность студентам, уже студентам, находить работу именно в системе SkyWay по внедрению адресных проектов, дорогие друзья. Я считаю это большое достижение. Еще одно из достижений, которое я считаю, что 30 января по 2 февраля в Пауло де Каталония в Барселоне состоялось итоговое собрание Cell Convention и Мэр, ежегодное мероприятие, на котором встречаются все партнеры и большая часть европейской команды одной из ведущих компаний с поставщиком программного обеспечения Индустрии 4.0. И один из ее партнеров и клиентов становится SkyWay. Дорогие друзья, это достаточно очень сильная вещь. Мы представлены там были. И мы говорим об автоматизации управления нашими транспортными средствами, именно SkyWay, Unibus, Unibike, Unicar, Unitrack, которые грузовые будут, контейнеры, еще не знаю, как унит-контейнеры, как это будет называться, может быть. То, что востребовано сегодня в Малайзии очень сильно и в Арабских Эмиратах. Это, дорогие друзья, уже ведет подготовка к созданию автоматизации системы управления. Это тоже очень, я считаю, очень сильное достижение за февраль месяц. И если говорить об SkyWay Envis Group, в этом году до максимума июня месяца мы хотим открыть во всех городах по трассе Санкт-Петербург-Владивосток партнеров для открытия офиса. То есть все, кто живут в этих городах Санкт-Петербург-Владивосток, в ближайшее время мы скинем карту в Санкт-Петербург-Владивосток. Там еще и Мурманск будет, с Мурманск в Питер, из Питера во Владик и еще Питер-Москва-Сочи, Питер-Москва-Крым. То есть по этим всем городам мы будем искать партнеров, которые захотят открыть офисы и работать вместе с нами, потому что в этом году мы намерены уже очень активно продвигать трассу Санкт-Петербург-Владивосток, которую мы хотим на территории России внедрить. То же самое у нас сейчас происходит и в Италии, где есть уже реальная торгово-промышленная палата одного из провинций, территорий Италии, которая уже полностью намерена в рекреализации адресного проекта. То есть, дорогие друзья, что я хочу сказать, что вот у меня такое видение, что в этом году примерно 20 проектов, около 20 проектов начнутся, а вот проект с Ротхуком, еще есть несколько проектов, которые в этом году может мы даже уже построим. Ну, по крайней мере, мы имеем такое желание. Если мы вот в Австралии Ротхук уже дал гарантии того, что уже все подписано всеми чиновниками, которые должны, поэтому он так быстро сможет построить. Точно так же вот на Байкале есть, в Белоруссии есть проекты, в Украине есть проекты, в России есть проекты, которые, ну, уже практически решены многие вопросы, сейчас только в Казахстане есть такие проекты, которые сейчас согласование уже практически проходит, сейчас нужно будет решить только с компанией и таким образом внедрить адресные проекты. Почему? Потому что мы имеем сертификацию уже и не после 14-местного, мы уже видим 24 человек туда могут зайти, и юнибайка. И в этом году, к лету, я думаю, летом получим уже и не трака, и, скорее всего, контейнерных перевозок. Поэтому, дорогие друзья, к чему я все это подвожу? Первое, нам необходимо усилиться в 100 раз, это первое. Второе, вы должны понимать отчетливо важный момент. Посмотрите, в этом году наступил 2018 год. Я сделал аналитику, ну, я давно уже сделал, я это преподавал в Академии частного инвестора, что цикличность кризиса выйдет каждые 10 лет. 2008, 98, 78, 68 и до 29 года. То есть, в 29-м году в Америке наступил такая вот, как они тогда говорили, серьезный кризис, после которого они оклемались, можно так сказать, к 50-м годам. Хотя, я не думаю, что там не такой серьезный кризис, который был у нас после развала Советского Союза. После развала Советского Союза, вот это был кризис десятилетний, где мы действительно серьезно выходили из одного состояния в другое переходили. Некоторые так и не смогли перейти и умерли просто-напросто от голода. Кто-то просто сердце не выдержало, кто-то спился. Так вот, я к чему это подвожу? Этот год интересный, 2018, вполне вероятно, вполне вероятно, будет очень много экономических катаклизм. И нужно быть готовым во все оружие. И SkyWay, вот лично мое убеждение, даже не криптовалюты. Хотя в криптовалюты тоже могут уйти деньги. Но на сегодняшний день практически все криптовалюты это пузырь. И сейчас идет такая криптомания, сумасшедшая криптомания. И некоторые думают, что криптовалюты неконтролируемые и децентрализованные. Все это глупость. Я вчера вот видео посмотрел. Я до этого говорил на форуме и криптоконференции, которая была в Сколково и на Евразийском форуме, что все это контролируется. Биткоин в ближайшее время будет регулироваться майнерами. А сегодня он будет еще регулироваться. Последний такой момент про биткоин, который не совсем последний. Я его узнал гораздо раньше, но не понял. Я в Евразийском форуме познакомился с одним человеком. Он говорит, вот мы сейчас продали битков на 50 миллионов JP Morgan. А JP Morgan, чтобы вы понимали, заправляет Чикагской биржей. Я думаю, что на 50 миллионов? Зачем на 50 миллионов биткоина? Вообще непонятно. А потом, буквально через 2 недели или через 2-3, мы слышали, что фьючерс на биткоин появился на Маздаке. Это американская фондовая биржа. О чем это говорит? Это говорит о том, что сейчас будут контролироваться все теми же JP Morgan и теми же финансовыми императорами, которые контролировались. И то, что там говорят, и то, что происходит. Чтобы вы понимали, есть такое понятие чистые деньги и грязные деньги. Вот деньги все спекулятивные, это все деньги грязные. Для того, чтобы в спекулятивном рынке тебе заработать миллион, значит, примерно миллион человек должно потерять деньги. Если говорить о надутом пузыре, который сегодня грядет в криптомире, то огромное количество людей в ближайшее время могут без правильного инвестиционного мышления потерять надежды, и может быть такой хаос наступит, что фильмы, которые показывают фантастические, которые там хаоса наступают, такие передряги экономические, и что происходит с социумом, это могут быть еще цветочки. В реальности это может быть все жестче. Может быть это с кем-то и придумано. И вот то видео, которое я вчера посмотрел, там интересный факт есть. Очень интересный факт, почему к этому может подойти. Так вот, дорогие друзья, Skyway это реальный сектор экономики, куда если кризис возникнет 18 июля, августа вернее, он обычно 18 августа наступает. Вот я заметил, 18 августа 98 года наступил, 18 августа 2008 года наступил, вполне вероятно, 18 августа 2018 года он тоже может наступить, экономический кризис, к этому нужно быть готовым. И что я хочу сказать, дорогие друзья, вот в кризисы, ну лично я, работая в системе многоуровневого бизнеса, очень люблю, потому что именно в кризисы, когда наступают кризисы, огромное количество людей приходит в сетевые структуры. Когда в 2008 году наступил кризис, в Соединенных Штатах Америки просто сумасшедший рост начался многоуровневых компаний, создание новых компаний и так далее. И посмотрите, мы с вами создаем сегодня абсолютно новую профессию менеджером многоуровневого краудинвестинга. Это не просто лидер многоуровневого бизнеса, потому что быть лидером многоуровневого бизнеса, это еще не означает, что этот человек сможет делать хорошо бизнес в многоуровневом краудинвестинге. Для того, чтобы хорошо делать бизнес в многоуровневом краудинвестинге, необходимо, дорогие друзья, понимать основы инвестирования, что такое инвестиции, и что такое капитализация, и что такое капитальный доход, и что такое вообще рост капитала. Не спекулятивный рост ваших денег, а вообще, что такое рост капитала в инвестиционном бизнесе, и каким образом происходит так, что доллар в реальном секторе экономики вдруг увеличивается, растет, начинает расти, и становится стоить, допустим, миллион долларов. Вон этот доллар вырос за 20 или за 30 лет. Это все необходимо осознавать и понимать. Именно поэтому сейчас мы, я перейду к этому слайду, создали тренажер денег финансов, для того, чтобы люди понимали и осознавали, что такое деньги, финансы, инвестирование, что такое капитализация, что такое диверсификация, и что такое вообще рост денег, за счет чего он происходит, чтобы не быть лопухами и опять не прыгать, скажем так, в последние вагоны, которые им говорят в разных направлениях, в разного направления бизнеса. И сейчас, 3-5 марта, уже стартует трехдневное обучение в Москве от ведущего тренинга День финансов в Академии частного инвестора. На этом тренинге будут участвовать основным спикером Антонина Киановская, помогать ей будет Дмитрий счастливый, потому что этот человек сейчас получит сертификат именно тренера, где он будет уже подготавливать в Сибири, именно на сибирском, скажем так, на сибирском территории, на сибирской территории, подготавливать людей, которые захотят быть ведущими тренинга, игровой тренинг в День финансов. Ну и я тоже буду участвовать в этом тренинге 3-5 марта. Также 3-5 марта, 3 марта у нас будет официальное открытие офиса в Москве, кто живет в Москва, Московская область. Приезжайте на открытие офиса. Здесь будет мое выступление. Будет вживое, мы сможем пообщаться, ответы на вопросы. Будет короткое интервью, выступление лидеров, директоров. И потом фуршет небольшой, и в 17.00 у нас начинается тренинг гений финансов. Три дня, вот третье с 17.00 до 22.00, до 23.00, потом четвертого с 12.00 тоже до 8.00, до 9.00 вечера и пятого. И люди получат сертификаты, что они окончили, и могут быть ведущими в своих регионах. И там я распишу, как на этом делать еще очень хороший бизнес. И мы ввели, дорогие друзья, новые продукты. То есть в разделе АИБ Гений Финансов есть АИБ Генфин ВИП, АИБ Генфин Голд, АИБ Генфин Сильвер, АИБ Генфин Старт. То есть тренинг основы инвестирования в Генфин ВИП, где вы проходите основы инвестирования и понимание, что такое инвестирование. Стоимость вообще этого тренинга, чтобы вы понимали, у меня в Академии частного инвестора, когда люди оплачивают 1500 юнитов. И бизнес-тренажер Гений Финансов, который стоит 1000 юнитов. Но по цене 1000 юнитов за 2 вы сможете иметь эту возможность до 7 марта. И тот, кто хочет приобрести и посетить уже с завтрашнего дня это обучение, для того, чтобы получить сертификаты в своем регионе, расширяться в этом направлении, иметь как один из инструментов точки входа для многих партнеров, потому что все, кто проходит Гений Финансов, это минимум 50-60% люди, которые становятся нашими партнерами, соинвесторами SkyWay, Invest Group и соинвесторами SkyWay. Поэтому, дорогие друзья, эти АИПы дают возможность, первое, это стать ведущим игры, это за 1000 юнитов. АИП Генфин Голл, 10 занятий, когда вы работаете с человеком, вы можете предложить ему 10 занятий, он может оплатить 152 юнита. АИП Генфин Сильвер, 5 занятий, 107 юнитов. И одно занятие платное, это 35 юнитов. Также мы расскажем, как проводить промо-игру, для чего нужна промо-игра. То есть промо-игра, она бесплатная, то есть она идет подарком для тех людей, которые первый раз приходят и хотят понять, что же это такое. Поэтому, дорогие друзья, мы создали именно возможность вот этого финансового тренажера, инвестиционного тренажера Гений Финансов, чтобы человек не только был профессионалом многоуровневого бизнеса, но еще и профессионалом инвестиционного направления, особенно когда мы работаем с краудинвестингом. Поэтому новая профессия, менеджер многоуровневого краудинвестинга, которую преподаем только мы, дорогие друзья. И я в ближайшее время вижу, что огромное количество других компаний, которые особенно наверняка после кризиса этого года, он вполне вероятно может быть. И, скажем, никто не может сказать точно, что может быть. Ко всему нужно готовиться. Но самое главное оружие в этом направлении – это ваши знания. Если вы имеете знания, то вы никогда ничего не потеряете. Вот лично я предполагаю, что если наступит кризис, мы быстрее построим SkyWay. Не то, что предполагаю, я в этом уверен. Потому что люди начнут реально вкладываться туда, где есть реальный сектор экономики. Да, огромное количество, можно сказать, безграмотных людей, финансово и инвестиционно, начнут вкладываться, скорее всего, в криптовалюты, потому что там можно на этом будет еще быстро заработать, как им об этом будут говорить. Но на самом деле мы лично за то, чтобы сейчас внести просвещение в массы по финансово и инвестиционной грамотности, чтобы люди научились правильно понимать, что такое деньги, что такое финансы, как с ними работать и что такое вообще финансирование SkyWay. Потому что мы хотим построить, профинансировать строительство 50 миллионов километров дорог с 20 лет. А это ни много ни мало объем рынка, дорогие друзья, в 500 триллионов долларов. Вот я когда слышу сейчас заявления криптовалютчиков, которые по криптосистемам, вау, там ближайшие 15, 20, 30 лет наш объем рынка в 50-100 триллионов долларов. Мне просто смешно становится, дорогие друзья, наш объем рынка в ближайшие 20 лет, которые мы хотим сделать, ну максимум 30, это объем рынка в 500 триллионов долларов. Все эти люди, организации, которые будут помогать продвигать быстрее строительство адресных проектов по всему миру, эти организации, люди, фонды, инвестиционные фонды и другие, может быть, частные инвесторы, бизнес-ангелы смогут заработать от 50 до 150 триллионов долларов, дорогие друзья. Если сравнивать это с работой многоуровневого бизнеса в мире, то за 68, в этом году 69 лет, все партнеры, дистрибьюторы многоуровневого бизнеса заработали, ну максимум, 500 миллиардов долларов. То, что мы предлагаем только с компанией Skyway, это заработать от 50 до 150 триллионов долларов. Это ни много ни мало, в 100-300 раз больше, чем заработали за 70 лет все сетевики мира. Поэтому, дорогие друзья, что я вижу в ближайшее время, что люди, которые сегодня зарабатывают многоуровневым бизнесом, миллионные доходы, люди, которые перейдут работать в многоуровневый краудинвестинг, в компанию Skyway Инвест Групп и поддержку Skyway, это люди, которые в месяц будут зарабатывать не один миллион долларов, а десятки миллионов долларов. Только за продвижение этой технологии и финансирование этой технологии в адресные проекты. В этом году нам осталось представить миру еще скоростную систему и контейнерные перевозки и жидкие еще. Жидкие, хотя жидкие, сыпучие, свободно мы сможем предоставить уже на полигоне, на Экофесте, который будет у нас уже летом, я думаю. Скорее всего, летом будет конец июля, может быть, середина июля. В эти даты, скорее всего, может быть, в августе, в начале августа будет Экофест 2. И самое главное, мы сможем увидеть новые технологии в строительстве именно струнных дорог. Я думаю, что мы сможем увидеть еще и ноу-хау в строительстве этих дорог. Но что самое еще интересное и главное, что нужно понимать, что просто надеяться на удачу и что завтра придет, допустим, крупный инвестор, который принесет денег. Дорогие друзья, вы знаете, вот есть такая пословица на бога надейся, сам не плашать, да? Вот точно так же я хотел бы сказать, на крупного инвестора надейся, сам не плашать. Вы знаете, стопроцентная гарантия реализации нашего проекта, я говорил об этом в июне месяце 2014 года, что еще может быть, когда мы построим Skyway, я имею в виду эко-технопарк, еще может быть очереди не выстроятся даже. И вот те направления, которые сегодня хотят реализовываться, и когда заявляют, что есть деньги на адресные проекты, и я реально общаюсь с людьми, которые говорят, что у них есть деньги, я знаете, что понимаю, что никаких денег там нет, они просто посредники, они хотят сейчас рассказать, что у них есть деньги, на самом деле они хотят открыть компанию, какими-то своими способами собрать эти деньги для реализации этой технологии в том регионе, где у них будут происходить. Потому что я когда говорю, покажи мне, что у тебя реально есть деньги, вот покажи банковский счет, либо твои бизнесы покажи, что ты получаешь по 10 миллионов в месяц чистой прибыли, чтобы строить это, вот покажи мне. Я не вижу, чтобы мне этого показывали. И реально то, что лично я вижу, дорогие друзья, чтобы мы реализовали наш проект очень быстро, почему поставили 15 миллионов в этом году, чтобы поддержали наши технологии, зарегистрировались в Skyway Invest Group пользователи. Потому что гарантированно 20%, 20%, а это ни много ни мало, 3 миллиона человек, которые свободно смогут финансировать, как минимум по 1000 долларов в месяц, по 1000 долларов в год. Это минимум, а кто-то может быть даже по 1000 долларов в месяц. Средняя инвестиция сегодня у нас по фонду, это уже 1700 долларов достигла. Единственное, чем мы должны работать, над количеством инвесторов в наших рядах. Именно профессиональных инвесторов, квалифицированных инвесторов. Поэтому мы и создали вот этот игровой трейнг, гений финансов. И вот благодаря вот этим новым возможностям Skyway Invest Group, посмотрите, что мы достигли. За прошлый год, когда мы посчитали, мы обалдели. У нас за 2016 год было всего 119, кажется, консультантов. За 2016 год. Благодаря введению программы мастер-профи консультантов за месяц, только за февраль, 81 консультант и 9 менеджеров. У нас, помню, менеджеров было 9 менеджеров в 2016 году, кажется, за год или 8 менеджеров за год мы получили. Посмотрите, как мы растем сегодня быстро, благодаря обучению и образованию. Поэтому, дорогие друзья, хочу сказать следующее. Для того, чтобы нам оседлать рынок в 500 триллионов долларов, для того, чтобы нам построить 50 миллионов километров дорог и обеспечить финансирование на эти дороги, для того, чтобы нам встречаться с огромным количеством чиновников и диктовать наши условия, а не то, чего они хотят, для этого необходимо быть профессионалом, особенно в коммуникациях. И вот игровой тренинг гений финансов, что он предоставляет возможность, какую большую для людей, это научиться коммуникациям с теми игроками, с которыми ты сидишь. И вот я хочу сказать, 10 игр в течение двух месяцев человек проживает все равно, что он 10-15 лет проживет в реальной жизни, в реальном бизнесе, когда он будет строить. И вот нам нужны такие профессионалы, которые будут понимать в инвестировании, в финансах, понимать, что такое капитализация, каким образом вообще происходит рост капитала и профессионалы в коммуникациях, в продажах, в том, чтобы продавать адресные проекты. Потому что есть такая, знаете, фраза «пришел, увидел, победил». Вот мы должны стать такими же людьми, когда мы приходим к чиновнику, к бизнесмену, не знаю, в округ, к министру какому-то транспорта или даже премьер-министру страны. Мы должны быть очень сильными, чтобы принцип этот работал для нас. «Пришел, увидел, победил». И решил все вопросы. И решились эти вопросы наилучшим образом. И в заключение хочу сказать, что я услышал недавно фразу, не знаю, как она правильно называется, именно правильно ее назвать, но говорит о том, что, знаете, вот когда время приходит чего-то, невозможно это остановить. Вот когда пришло время интернета, его невозможно было остановить. Когда все время пришло время железных дорог, и невозможно было остановить. Когда пришло время автомобильных транспортных средств, их невозможно было остановить. Когда пришло время самолетов, их невозможно было остановить. Сегодня пришло время инновационной транспортной системе, доступной, экологически чистой скоростной системы которые хотят поддержать люди во всех странах мира и не только люди сегодня даже и руководители многих стран мира чиновники бизнесмены и вот когда это время приходит невозможно это остановить я хочу сказать чтобы нам реализовать за очень короткий промежуток времени то что мы хотим реализовать необходимо стать очень сильными профессионала профессионалами своего дела дорогие друзья с этим я вас и поздравляю с великолепным наступлением весны но теперь давайте перейдем к вопросам ответом дорогие друзья если у вас есть вопросы не стесняйтесь мне их задавать добрый вечер вы говорили что бы мы присылали вам новые ссылки по новым технологиям если они стоящие то будут брать в оборот что вы думаете про мотор колесо дю юного но у меня есть видео про колесо дю юного дара я понял что ты здесь можешь найти моё видео колесо дю юного и выслать сюда ссылочку где я рассказываю что такое колесо дю юного чем оно отличается от мотор колесо юницкого сезонной жизни джим ром петр москва до сезона жизни моя любимая книжечка была где-то она исчезла но я думаю в интернете она есть когда планируется переход на 11 этап а вы что не знаете сегодня он планируется уже завтра уже переходим на 11 этап и вы еще не слышали шутка я несколько шутка я не знаю когда мы перейдем на 11 этап когда компания нам объявит тогда мы сразу же объявим что переход происходит на 11 этап смотрите этап на этап переход с этапа на этап он происходит каким образом дорогие друзья первое это не только сбор денег мы можем собрать нужное количество денег но не выполнен те работы которые должны выполниться в одиннадцатом этапе вот прочитайте какие работы должны вы сделаны быть в одиннадцатом в десятом этапе вот тогда мы перейдем на одиннадцатый этап вот скорее всего эти работы еще не выполнились здравствуйте андрей федорович а тем кто прошел обучение мастер-профи онлайн если скидка на оффлайн обучение по мастер-профи конечно есть не скидка а бонусы если вы проходили в онлайн то мастер-профи онлайн у нас вообще не давались бонусами доли skyway а сейчас мы даем вам достаточно высокий пакет долей skyway поэтому это супер бонус вообще проходя мастер-профи оффлайн вы грубо говоря уже зарабатываете достаточно большие деньги потому что кто не смотрел мое видео еще за счет чего будет рост акций дивидендов там я описываю реально там не так что не завтра станут там 1000 долларов или 2 доллара или 5 долларов а сколько мы должны построить километров дорог и как это сформирует цену его самое интересное чтобы понимали я акцентом делаю в основном на пассажироперевозки и грузоперевозки в основном пассажироперевозки даже не грузоперевозки да и расчет стоимости акций дивидендов я веду там из расчета пассажироперевозок но дорогие друзья у нас сегодня уже огромное направление в разных направлениях развивается skyway я не буду пока объявлять это я не имею права объявлять эти вещи которые компания сама объявит вы поймите мы на сегодняшний момент уже развиваемся во многих направлениях где вы дивиденды будете получать самое главное что интересно вот вы должны понять очень важный момент skyway это очень высокоприбыльная будет компания да мы можем могут мне прикают часто андрей ты сейчас будет 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 когда уже настанет ребят мы уже настало мы уже адресные проекты продвигаем мы уже продвигаем уже начинаем капитализировать уже первые оплаты за тех документацию приходит это уже называется капитализация акций не много не мало чтобы вы понимали данной маленькая пока но она уже идет уже огромное количество компаний государственных органов чиновников заинтересованы в реализации адресных проектов и когда наши партнеры говорят что мы хотим чтобы еще 10-15 процентов обязательно дали минимум 15 мы говорим хотя бы может быть десять там а то и 15-20 для многоуровневого крауд инвестинга они говорят да с большим удовольствием вот опять отлично алиса появилась вот как она появляется непонятно ничего не нажимая алиса раз и откуда-то выходит следят за нами по полной уже да так вот дорогие друзья к чему это подвожу в австралии вот этот первый адресный проект полностью сто процентов по многоуровневому крауд инвестингу будет построен да там немножко но он будет построен именно по системе многоуровневого крауд инвестинга сбор средств будет там идти сейчас мы полностью легальную форму там проводим делать будет именно австралийские наши партнеры так вот если мы говорим о возможностях которые сейчас есть и о том что да будет одна из прибыльных компаний skyway и чтобы вы понимали огромное количество компаний прибыльных которых прибыль например простой приведу алибаба очень прибыльная компания на уровне 30 40 процентов в год у нее прибыль но она не платит дивиденды уже сколько 20 лет она дивиденды не платит 22 года она не платит дивиденды и говорят акционерам ну пойдите акции продать и все чего от нас дивиденды требуйте а что у нас с вами мы с вами держатели привилегированных акций о чем это говорит это говорит о том что там заложено 20 процентов гарантированно пойдет на дивиденды то есть не сможет анатолий дар чиницкий сказать все все деньги в развитие в развитие в развитие 20 процентов с прибыли пойдет на дивиденды нам дорогие друзья это тоже достаточно высокие прибыли вот мы просчитывали один проект опять же я пока не буду молчу когда полностью подпишем тогда объявим так вот мы посчитали правда среднюю не как бы не очень высокую скажем планку не очень низкую скажем есть такие понятия знаете вот как и антон дачу низкий в вам проектах прописывал раньше сейчас прописывают только скажем так самые минимальные такие моменты до чтобы не шокировать в транспортной сфере но вот мы считали по среднему скажем коэффициенту но окупаемость проекта будет достаточно хороший проект так память проекта будут но там максимум за год это сто процентов готового дохода ребята немного немало поэтому один из главных моментов это опять же еще раз повторюсь быть профессионалами и то что мы предлагаем в мастер профи оффлайн это очень высокие дивиденды которые вы уже имеете в виде да ну скажем от skyway инвест групп бонусами акции skyway то есть доли skyway можно ли попросить нику опубликовать в чате здесь ссылку на первые шаги первую тему свик старт 7d на первые шаги да нико скинь ссылочку чтобы люди регистрировались андрей федорович когда планируется открытие офиса в сочи ну когда там объемы покажите тогда и запланируем поймите мы сейчас решили следующее в городе будем открывать офис именно компания может помочь когда там объем хотя бы есть 20000 юнитов если там нету объема 20000 юнитов что там открывать офис сами тогда вы сейчас приобретайте игровой тренинг гений финансовым расскажем как вы можете на этом денег делать с 1 марта 18 года партнеры компании skyway капитал которые инвестировали в проект вперед с января 16 до 31 декабря семнадцатого получится возможность приобретать не больше чем одного пакета долей с таким же дисконтом как ранее приобретенные на тех же условиях будет ли такая же возможность для партнеров нашей компании ну вы знаете первый раз прочитал такое период с 1 января 16 до 31 декабря 17 получили возможность приобретать небольшое чем одного пакета долей с таким же дисконтом как ранее приобретенные на тех же условиях вот вы знаете лично мое хочу сказать вам александра лично мое мнение что это неправильно но лично мое мне если капитал это сделал но хорошо пускай делает у нас лично и не собираюсь такое делать противном случае я обижу тех кто сегодня приходит поэтому поговорим мы с компанией если возможность такая есть то может быть мы сделаем но спины вы с 1 января 16 31 декабря 17 получит возможность приобрести не больше чем одного пакета долей с таким же дисконтом ну если не такое делают но молодцы они ориентированы на продажи еще раз хочу сказать дорогие друзья давайте задаем вопрос предположим завтра закроется вход в корневую технологию что вы будете делать что вы будете продавать если вы научились только манипулировать дисконтами манипулировать дисконтами то вы будете не сможете продавать адресные проекты понимать а у нас огромное количество нужно будет продавать адресных проектов огромнейшее количество там дисконта вообще таких не будет чтобы вы понимали там дай бог что в первом периоде были дисконты но там хотя бы один к двум то есть если акция там будет стоить доллар то ее может быть возможность будет купить за 50 центов понимать если вы научились только использовать манипуляцию с дисконтами то как вы будете дальше делать бизнес я обращаюсь к тем людям которые хотят научиться делать бизнес а бизнес делается непосредством дачи дисконтов одному или второму человеку кому-то больше кому-то меньше да это продажи это хорошо это все нормально но я приведу простой пример у нас была одна страна не буду называть ее она дала оборот там чуть ли не 300 тысяч за месяц вау вышла там на передовики но это уже страна даже в десятку не попадает стран по объемам почему потому что пришло несколько человек которые был тогда переход на следующий период следующий этап я не воспользуюсь быстренько взять там эти пакеты все если мы говорим о стабильно растущих объемах я стабильно растущих ваших доходах дорогие друзья то вы должны научиться строить бизнес многоуровневого маркетинга многоуровневого маркетинга обез много уровнем маркетинга это получение остаточного дохода так называемых уже комиссионных можно я могу даже сказать с полной ответственности практически дивиденды когда ты получаешь третьем уровне или четвертом уровне тысячу юнитов а ты вообще человек этого не знаешь потому что ты отработал с первым уровнем правильно со вторым уровнем правило может быть даже третье уровень ты знаешь от 5 уровень ты уже не знаешь как мне пишут некоторые наши партнеры вид андрея 6 уровня получил 2000 юнитов бонус это же какую сумму человек заплатил денег ну вот видишь вот это дивиденды для того чтобы это получить для того чтобы это получить вам необходимо научиться строить бизнес многоуровневого маркетинга вот тогда у вас будут огромные капиталы потому что я простой пример давайте мы с вами поговорим вот какую вещь давайте вот смотрите если вы людям предлагаете сегодня сходу новичку вот встретили на улице человека и говорить ему следующую вещь ой слушай у нас тут классная тема блин я тебе дисконт сейчас даю вот там ну какой-то супер-пупер диском для чек это дисконт вообще ничего не значит более того он сразу поймет что его куда-то хотят завлечь и ста процентов людей кому вы обращаетесь по теме инвестиции инвестирования и с какими-то супер возможностями дисконтом то есть как продажник вы работаете только продажи то всего лишь всего лишь дай бог чтобы четыре пять человек стали вашими клиентами но мог максимум десять станут вашими клиентами в течение месяца вы будете насиловать чтобы они занимались бизнесом они будут от вас убегать и какая-то часть из этих десяти два человека через год пройдут несколько конференций скажут вау я хочу заниматься этим бизнесом это вот есть картина номер один когда вы продажник когда вы продаете продукт в данном случае продукт это возможность иметь дисконт в том или ином направлении с долями skyway если знакомишься с человеком и говорите о чем ты мечтаешь я могу помочь тебе реализовать твою мечту за очень короткий промежуток времени если у тебя есть конечно же мечты если ты хочешь улучшить свою жизнь если ты жизнь свою сделать очень насыщенно если ты хочешь иметь большие перспективы в жизни я могу тебе рассказать каким делом ты можешь заниматься следующие 20-30 лет потому что у нас есть просто уникальное предложение для тебя и для всей твоей семьи и тогда вы показываете возможности бизнеса skyway инвест групп получить финансовое и инвестиционное образование получить возможности карьерного роста создать пассивный источник дохода за счет огромного количества потребителей и когда вы ложитесь спать или вы просыпаетесь круглосуточно вы получаете комиссию даже по одному доллару с одного зарегистрированного человека в среднем то тогда если когда вашей сети 100 тысяч человек и вы получаете доллар то это 100 тысяч долларов в месяц вот что такое реализация мечты за очень короткий промежуток времени поэтому дорогие друзья я еще раз хочу сказать и направить вас на то что вот когда почему не даром сказал о кризисе когда в этом году а он вполне вероятно может открыть наступить 18 августа может быть 19 может 10 но обычно 18 августа я заметил 10 через каждые 10 лет 18 августа то если вы только направлен на продажи у вас будет серьезный шок вы останетесь без денег без работы то есть у человека у такого будет серьезная партия если вы же вы можете строить бизнес на уровне маркетинга если можете создавать структуры и объема структурах то вы еще больше взлетите на такие высоты которые вам они снились поэтому да мы можем конкурировать и кто-то может конкурировать демпинговать цены скажем так да ну нормальный маркетинговый ход но когда завтра прекратится вход в корневую технологию чем будет тогда демпинговать этот человек что он будет продавать а мы в преддверии того что в ближайшее время закроется вход в корневую технологию и тогда тот кто продает и демпингуют он на какой-то промежуток времени вообще вылетит из колеи он из седла выбьется он вообще не поймет что делать вообще я это видел своими собственными глазами что происходит с людьми когда они работают в одном направлении потом хлобысь и все прекращается не знаю что делать дальше поэтому я хочу еще раз хочу сказать чтобы вы предложите вам чтобы вы были профессионалами а профессиональный подход к нашему бизнесу это 5 рандеву каждый день когда вы проводите 5 рандеву каждый день тогда вы создаете красивый бизнес запомните если вы хотите стать президентом в течение двух лет нацельтесь на 5 рандеву каждый день в течение 2 максимум 5 лет если вы имеете опыт то в течение 2 лет если вы не имеете опыта нового него маркетинга то в течение 5 лет вы сможете стать но минимум топ-менеджером и зарабатывать уже как минимум десятки тысяч долларов в месяц Добрый вечер, Андрей. Подскажите, где выгоднее всего хранить отложенные 10%. Сначала вы откладываете их в специальный кошелек, новый купите. Или там конвертик. А потом, где выгоднее всего? Естественно, когда вы храните дома деньги, они обесцениваются. Деньги должны хотя бы немножко работать. И поэтому я хочу сказать, что 10% вы можете хранить исключительно в финансовых инструментах. И один из гарантированных финансовых инструментов, естественно, банковский депозит. Который вы можете в любой момент забрать, расторгнуть договор и не иметь никаких штрафных санкций. Ответил, думаю, на вопрос. А сколько будет стоить Экофест в 18-м с проживанием и дорогой из Симферополя? Рамис. Ну, я хочу сказать, что ориентируйтесь примерно на 1000 долларов. Я бы предложил вам, если вы едете куда-то далеко, особенно Экофест, жить в хорошей гостинице. За которую вы заплатите примерно 50-70 долларов в сутки. Далее, купить себе новый костюм, новые туфли. Ну, это как праздник какой-то, понимаете? У нас же Экофестиваль. Потом у нас будет мероприятие большое. Наверное, я думаю, на 1000, на 1500, на 2000 человек мы сделаем мероприятие именно от Skyway Invest Group. Где мы встретимся, подведем итоги за год работы от Экофестиваля до Экофестиваля. Поэтому рассчитывайте примерно на 50 тысяч рублей, ну, то есть 1000 долларов. Подскажите рассрочка, когда закроется? Но пока не закрывается, и, скажите, знаете, мы будем, и вообще, компания нас предупреждает за то, что прекращаются какие-то направления. Нас компания предупреждает и еще дает, ну, как минимум, это две недели, а то и месяц для того, чтобы человек успел что-то сделать. У меня партнер в США открыл в YouTube канал, где можно брать контент на английском языке для ведения канала. У меня партнер в США открыл в YouTube, где брать контент на английском языке. Но там очень много есть видеороликов на английском языке, там и берите. У нас даже в YouTube канале Skyway Invest Group есть огромное количество. Если, как вы сказали, в Австралии в ближайшее время будет построен первый проект, мы сможем получить первые дивиденды. Но поймите, дивиденды мы получаем не с реализации проекта, а с реализации, с эксплуатации адресного проекта. Когда уже там будут ездить люди, и тогда, естественно, дивиденды уже будут. И обычно дивиденды платятся раз в год. Обычно. Некоторые компании выплачивают раз в полгода. И практически вообще не существует компаний. Очень редко есть компании, которые, ну, если там что-то закрыть надо, вот тогда раз в три месяца там, может быть, там платят. Но это очень редко. Обычно компании платят дивиденды либо раз в полгода, либо раз в год. Строительство по адресным проектам начнется только после закрытия пятнадцатого этапа. Если так, то дивиденды нужно ждать не раньше двадцать пятого года. Нет, Владимир Щерков. Строительство по адресным проектам уже может идти. Я вам говорил, что у нас в Казахстане, в Украине, в России, вот сейчас первый такой проект, который будет действительно уже финансироваться и строиться в Австралии. В этом году у нас есть большое желание. Я уверен, что мы сделаем с австралийскими партнерами финансирование полное, чтобы в этом году, ноябрь-декабрь месяц, этот проект был запущен в Австралии. Зубова Светлана, либо мы вас сейчас удалим, потому что ваши призывы, покупайте акции Skyway, станьте совладельцем Skyway, это некорректно. Мы не продаем акции в Skyway Invest Group. Мы предлагаем людям в первую очередь финансово-инвестиционное образование. И люди, которые с нами идут по этому пути, еще имеют бонусы, которые мы дарим от компании Resway Invest Group в виде долей компании Skyway. Поэтому огромная просьба, если вы еще что-то напишите подобное, мы вас удалили. Я попрошу, чтобы вас удалили. Какие будут проценты выплачиваться на дивиденды? Посмотрите видео, которое называется за счет чего происходит рост акций дивидендов в Skyway. Скажите, когда откроется биржа по продаже части АИПов или акций только конкретно? Не понял вопрос, Павел. Скажите, когда откроется биржа по продаже части акций только конкретно? Внутренняя биржа, если будет открыта, только тогда, когда закроется вход в корневую технологию. И она будет открыта только в рамках, скажем, главной компании. Тогда тот, кто захочет, он сможет, скажем так, отдать часть. Но часть невозможна. Вы сможете только отдать по сертификату. Если в сертификате у вас там, допустим, 10 тысяч акций, вот 10 тысяч акций вы сможете и, скажем, отдать компании, то есть на внутренней бирже. Но не количество акций. А количеством акций вы сможете только тогда, когда произойдет IPO, компания выйдет на фондовый рынок, вот только тогда вы сможете, скажем, внести часть своих акций, и уже вы сможете продать хоть одну, хоть две, хоть пять акций. Но обычно это так происходит. Какие новости по поводу аварии в Экотехнопарке? Ну, там все нормально. Практически уже восстановили Юнибус, который нам испортили. С этим водителем все нормально. Ничего не требуют, по крайней мере. Но идет расследование. Что подразумевается под эксклюзивным предложением от СВИК и Академии частного инвестора при покупке АИПа в Генфин ВИП? Когда вы придете на обучение, на третий день вы узнаете, что это за эксклюзивные предложения. Отвечаю, Лина Бурий. Ответил, что когда люди придут на обучение, то в третий день на обучение Генфин ВИП они узнают. Когда люди будут приобретать 10 занятий, или 5 занятий, или 1 занятие, они будут узнавать об этом эксклюзивном предложении на обучение, именно на обучение, а на прохождение этих лекций, игр в том центре, где они будут проходить. Андрей Федорович, а будут ли вебинары на итальянском? Вебинары на итальянском идут систематически и постоянно. У нас есть Петро Жалбе, он известный представитель по Италии, свяжитесь с ним и узнаете. У нас в расписании должно быть на итальянском языке, можете регистрироваться и проходить обучение, вебинары на итальянском, послушать. Сколько? Так, так, так. А что теперь с получением одного гитара в линейном городе? Хороший вопрос. В связи с тем, что в Иркутске Дмитрий Счастливый сейчас прорабатывает, и там тоже уже на очень хорошем уровне решены вопросы. Есть адресный проект по Байкалу и именно Иркутска с Листвянку. Там решаются вопросы по выделению земли потребительского общества в Евразии. Именно для, скажем, прототипа линейного города. Вот как только это у нас решится, мы сразу же объявим, в новостях вы сразу же узнаете. Расскажите о минусах технологии для ответов на проблемные вопросы. Ну, вы знаете, я вообще минусов в технологии вообще не вижу, вижу только плюсы. Минуса в технологии, они практически отсутствуют, я их вообще не вижу. Вот лично я. Если у вас есть какие-то специалисты, которые говорят, что есть какие-то минуса в технологии, пускай почитают 100 вопросов, 100 ответов от Анатолия Дорчевницкого в последней редакции. И все будет здорово. Стоимость Экофеста в рублях. Экофест пока еще неизвестно, сколько стоит. Когда вы спросили, Рами, сколько нужно денег, я вам сказал, примерно для того, чтобы вам на все хватило. Но по экономному времени-то еще много, 1000 долларов можно заработать. Но это не стоимость Экофеста. Я не знаю, сколько будет стоить Экофест. Прошлый Экофест, посещение Экофеста стоило, если не ошибаюсь, в рублях, это я вам сказал, сколько вам денег нужно, примерно 50 тысяч, 55-60 тысяч рублей. А стоимость билета на Экофеста у нас стоила на уровне, кажется, в рублях, опять же, российских рублях полторы тысячи. Я уже отвечал в прошлый раз, еще раз отвечаю по поводу один дисконт. В Свиде у нас нет такой возможности. Здесь интересно, интересный момент, величину офиса представителя при выборе офиса под представительство. Знаете, если вы представитель и вы оплачете все за свои деньги, мы вам платим только лишь процент, тогда какой хотите офис, такой вы берете. Но когда мы оплачиваем компанию за офис, то тогда мы решаем, какой мы возьмем офис. уровень инфляции на счет банковского депозита. это по поводу 10%. Тоже, друзья, хороший вопрос. Когда вы откладываете 10%, это у вас может быть 10-100 долларов в месяц. Одна из важных задач научиться откладывать, сохранять. И главная задача инвестора, если вы идете по пути образования, инвестиционного образования, это сохранить ваш капитал. Если говорить по пути инфляции, то инфляция, которая существует за последние 30 лет, она даже в 150% не входит. Если вы будете нацелены на то, чтобы 150% в год вам где-то получать, то это нужно уметь эти деньги создавать под 150% в месяц, но не получать. Поэтому, когда вы откладываете, сохраняете свои 10% в банке, вы в первую очередь, дорогие друзья, учитесь, учитесь сохранению вашего капитала. А главная задача, первая задача инвестора научиться сохранять. Вторая задача научиться приумножать. Вот если вы смогли приумножить за этот год, за этот год, хотя бы там, ну не знаю, на 3%, на 5% ваш капитал, значит вы большой молодец. Вы идите, вы вырабатываете в себе правильное инвестиционное мышление. Однажды я был на семинаре в 99-м году, на инвестиционном семинаре, и там один из лекторов сказал такую фразу, если вы не сформировали в себе правильного инвестиционного мышления, бесполезно куда-либо вкладывать ваши деньги, инвестировать, вы все равно их потеряете. Поэтому, почему я и сказал, что в банк отнесите лучше, положите там, ну, в первую десятку банки, которые входят, да, для того, чтобы учиться, если они у вас дома будут лежать, вы в любой момент их можете взять. А в банк почему вы относите, потому что еще подальше отнести от вашего дома, чтобы, ну, если вам захочется взять, то вы не побежите сразу, а если побежите, то банк вдруг закрыт, или не успели. Ну, я смеюсь, конечно, в этом плане, но одна из главных задач, я говорю из своего опыта, то, что мне помогало учиться не только сохранять, но и приумножать еще эти деньги. А инфляция, вопрос инфляции, он решается не вопросом банковского депозита, а вопросом того, что вы еще часть денег вкладываете в другие направления, и почему в одном из видео, где-то я записывал, говорил, что венчурное направление, особенно сегодня, технологию Skyway, это очень выгодное направление, потому что вложенный доллар, вложенный рубль сегодня в Skyway, в ближайшие 20-30 лет он будет, он вырастет даже не, не скажем, не в тысячу раз, не в 10 тысяч раз, он может вырасти в миллион раз. То есть ваш доллар через 20-30 лет может стоить миллион долларов, которые вы инвестировали. Но это может при условии, когда будет построено 50 миллионов километров дорог. Не при условии того, что прошло 30 лет, а когда будет построено и реализовано 50 миллионов километров дорог, а может быть даже и больше. Когда будет построено много технологических на новых направлений, в строительстве, в транспортном сфере. Вот тогда, естественно, ваш доллар инвестированный в Skyway может преувеличиться в столько количества раз. Вот здесь скинули видео. Николай, 10% в месяц или в год? В месяц это фантастика. Ничего не фантастика. Если 10% в месяц человек планирует себе создать приост капитала, это не фантастика. Возьмите, посчитайте простой пример. Компания Alibaba. 60 тысяч долларов было инвестировано в 1996 году, когда Джон Ма собрал своих друзей и сказал, что он хочет сделать. Некоторые ковырялись в носу, потом ушли. Но он собрал 60 тысяч долларов. Сегодня капитализация компании Alibaba где-то около 500 миллиардов долларов. Посчитайте. Ни много ни мало вложенный доллар тогда в 1996 году вырос, если не ошибаюсь, в 4 миллиона раз. Примерно 4 или 5 миллионов раз. Это не фантастика. Apple компания. Ее капитализация почти 900 миллиардов долларов. 10 процентов которые продал тогда в 1976 году один из друзей Стива Джобса, Стив Возняк, Стив Джобс и Рон Вейт продал 10 процентов акций за 800 долларов. Сегодня 10 процентов компании стоят почти 90 миллиардов долларов. Посчитайте. Во сколько произошла капитализация. И дивиденды достаточно высокие. Поэтому вопрос не в фантастики. вопрос в том, как делаются такие высокие проценты. Но не в получении таких процентов. Будут ли другие варианты вывода средств ВЛК кроме адвокэш? Да, будут. Сегодня у нас есть подключены карты по одной системе. И там когда вы можете оплачивать, там же будет возможность получения карт. Сейчас эти вопросы решаются. Как решаться сразу же будет объявление. точную дату проведения экофеста можете сказать. Конечно могу сказать точную дату 1 мая будет объявление когда будет точная дата проведения экофеста. Вот 1 мая мы узнаем когда будет экофест. Я предполагаю что скорее всего это будет после середины июля. Почему? Потому что у нас в Москве будет проходить в России в Москве будет проходить чемпионат мира по футболу если не ошибаюсь с 15 июня по 15 июля. Поэтому скорее всего что компания после 15 июля назначит экофест. Я так думаю но может я ошибаюсь. 10 процентов банка ну да ни один банк 10 процентов в месяц не дает да даже в год сегодня банки не дают европейские банки уже даже банки вообще не дают проценты никакие там если у тебя деньги лежат вот особенно в Швейцарии ты еще платишь деньги за хранение денег своих хороший вопрос Наталья вы сказали о кризисе августа 18 года вокруг этого много разговоров о проблемах доллара в ближайшие годы вплоть до его отмены обесценивания за границами США наши ИППК условно приравнены к доллару в случае обесценивания доллара за пределами США не грозит ли это нам никакой либо негативной последствии вообще не грозит поймите у нас мы просто привязались к доллару к этой учетной единице мы в любой момент можем привязаться к евро к фунту к российскому рублю к китайскому юанне ну разницы нету что мы сделаем основной валютой сейчас это учетная единица один юнит если доллар упадет ниже плинтуса значит у нас будет один юнит он будет там например за 1 юне 20 долларов будут давать почему потому что ходят слухи что типа рубль вернется к 50 как советское время было 56 копеек не 76 копеек за 1 доллар была цена да вроде бы к этому может вернуться значит о чем это говорит что доллар упадет очень низко ну знаете слухи слухи ходят но тем не менее доллар является основной ведущей валютой в мире чтобы вы понимали она во главе пирамиды финансовой которая создана в мире я уже когда-то говорил вот вверху американский доллар ниже стоит фунт евро японская иена и швейцарский франк а еще ниже стоят все остальные валюты евро это полностью контролирует финансовую территорию европейскую финансовую территорию фунт содружества британии и индию если не ошибаюсь юань иена китайская полная вернее китайская юань иена японская иена контролирует полностью азиатский рынок а швейцарский франк это такая валюта убежище основные три валюты это пирамида доллар евро и валюты которые обратная котировка это фунт доллар евро доллар американский и американский доллар и прямая котировка когда мы хотим поменять пример рубль на австралийский доллар значит так как австралийский доллар завязан на фунте а рубль на евро значит тогда идет пересчет обратной котировки фунт евро вначале это рубль евро а там австралийский доллар фунт а потом меняются евро фунт и таким образом комиссии очень большие к чему это подвожу что если вдруг рухнет американский доллар рухнет вся финансовая система мира и здесь интересный такой факт может быть брикс система брикс может быть не зря была придумана может быть потому что единственная китай не зависит от американского доллара он не входит в пирамиду американского доллара и единственная юань китайский который сейчас очень много так как за юанем стоят ротшильды очень много покупается золото очень много покупается золото да и скажем есть желание ротшильдов вернуть опять золотой стандарт во всем мире есть такое желание поэтому вполне вероятно что в этот кризис вполне вероятно может быть на горизонты взойдут именно страны брикс где основной валютой может стать китайский юань а второго ряда смогут стать российский рубль индийская рубль и что там у нас аргентина да кажется аргентинский песо если не ошибаюсь ну может быть может потому что после обрушения 2008 года почему и была создана система финансовая брикс именно чтобы как-то защитить страны от такого пагубное влияние доллара когда он начинает рушиться поэтому посмотрим что увидим но я хочу сказать следующее что когда вкладываться так как у нас деньги не аккумулируются они сразу вкладываются в строительство в работу и все остальное да мы с вами вообще ничего терять не будем мы будем иметь только выгоды сумасшедшие выгоды чтобы вы понимали да особенно кто занимается многовым краудинвестингом вы будете иметь двойные выгоды и зарабатывать деньги и еще финансировать адресные проекты строительство адресных проектов если захотите конечно да но почему бы не захотеть вы выгоды будете сумасшедшими у вас будет столько денег что вы не знать будете куда девать и вот адресные проекты skyway один из таких очень сильных приоритетных направлений будут куда нужно можно будет вкладывать свои деньги для того чтобы они росли сумасшедшей скоростью и ни один доллар там вырастет 10 процентов в месяц а он может дать гораздо прирост больше чем 10 процентов в месяц так вот что я хочу сказать что еще важным скажем так защитой от инфляции и сохранения ваших средств дорогие друзья это ваши знания это то что у вас в голове вот здесь черепушки вот что находится там если у вас находится тут в черепушки установка купить час по старому дисконту для того чтобы когда компания закроет вход корневую технологию быстренько продать и получить на этом выгоду я хочу сразу сказать это плохая установка но акции skyway ближайшем 20 лет будут стоить от 1000 до 5 до 10 тысяч долларов но минимум 1000 долларов и продавать их по даже по одному доллару это глупость сумасшедшая на стих скупят вот эти финансовые императоры по дешевке и опять смогут управлять регулировать акции skyway вы этого хотите что ли мне человек да я хочу вот купил 2 миллиона акций для того чтобы у меня я владелец 2 миллионов акций я хочу вот сейчас айпио дождаться продать по одному доллару купить себе машину квартиру и так далее то есть человек не выработал в себе мышление богатого человека хочет войти на планку богатого человека миллионера ну что ты этого купит он себе дом давайте предположим купила себе дом за 500 тысяч или за миллион за ним же ухаживать на обслуживать надо вот некоторые люди покупают за границей там дома апартаменты и так далее ну вот я жил в таиланде в доме там хозяин дома 10 тысяч долларов только в месяц платил за обслуживание этого дома примерно по 800 долларов в месяц если потратил все деньги откуда ты будешь дальше деньги брать на обслуживание дома человек я хочу себе купить крутую машину майбах классно ты знаешь сколько этих обслуживание стоит а сколько колеса стоит чтобы поменять летнюю на зимнюю если какая-то деталька поломалась сколько ты заплатишь за нее либо яхту хочу купить а ты понимаешь что яхту обслуживать надо там капитан должен быть там за стоянку причала нужно платить для этого деньги нужны или ты опять будешь акции skyway продавать для того чтобы поддерживать обслуживание своего дома или кричать где мои дивиденды юницкий неси нам дивиденды хвратова давай нам дивиденды очень опасно получать деньги человеку с мышлением бедник бедняка бедного человека потому что человек потом расстраиваться он погибает как личность я призываю всех для того чтобы вы формировали в себе в первую очередь мышление богатого человека чтобы вот здесь черепушки у вас богатство было миллионера потому что когда у тебя мышление богатого человека ты получаешь большие деньги делаешь любимую работу и получаешь за нее большие деньги и тогда тебе не нужно уже ждать когда вырастет акция какой-либо компании который ты купил чтобы быстрее продать и спекулятивный доход получить а что дальше будешь ждать следующий какой-то компании не об этом нужно думать нужно думать о том как вкладываться в то что будет развивать мир и это развитие даст тебе еще большие возможности а благодаря много уровня краудинвестинга ты можешь зарабатывать сегодня ты сегодня может стать стать богатым ты сегодня можешь реализовать мечту мое видео посмотрите как жить начать жизнь своей мечты через один максимум три месяца а 20 марта выйдет другое видео дополнение к этому вот над этим нужно работать дорогие друзья потому что тот кто сегодня мыслит о том чтобы быстрее бы продать акции по одному миллион там по одному доллару чтобы получить свой миллион долларов ну хочу сразу сказать чтобы вы понимали всю как правильно сказать что что вас может ожидать вы из этого миллиона в зависимости смотря в какой стране вы находитесь сможете заплатить обязаны будете заплатить налог от 15 18 процентов если это штаты или канада или италия англия личный с личного дохода до 60 процентов то есть ты получишь свой миллион долларов купишь дом купишь еще чего потом тебе налоговый счет принесет и сказать опаньки иди сюда заплати у тебя нечем нечем платить когда ты обладаешь прогрессивным способом мышления ты знаешь как получить то что ты хочешь и при этом никому ничего не заплатить я не говорю что нельзя вообще там налоги платить надо но по крайней мере столько ты не заплатишь я считаю грабеж когда ты вот посмотрите фильм называется мультфильм называется про американскую мечту там про ротшильда про все дела в там один из фактов где человек грубо говоря вложился там но и пример привожу вот к примеру рон рон вейн который 800 за 800 долларов продал 10 процентов акций если бы допустим пододержался бы до сегодня и продал бы эти акции за там вот 990 миллиардов долларов то налог был он заплатил я так предполагаю как минимум примерно 55 процентов понимаете да так вот это тоже нужно понимать и знать чтобы получить эти деньги и по минимуму заплатить налог а не по максимуму всем этим вещам нужно же учиться ребят именно поэтому предлагаем первую очередь поднять свой уровень образования свой уровень мышления знаний для того чтобы понимать процессы бизнеса инвестирование финансов ну вот вдогонку петр москва написал богатые люди в первую очередь приобретают активы которые приносят им пассивный доход каждый день философия следующее если вы захотели купить себе дорогой пассив то для начала вам нужно приобрести актив который который и обеспечивает вас деньгами для пассива роберт киосаки да сколько осталось акции на продажу в компании примерно 30 процентов 30 процентов 30 процентов от 30 процентов то есть это 120 миллиардов акций 30 процентов где-то наверно около 30 миллионов акций скорее всего осталось а может быть такое что налоговая система может рухнуть николай хороший вопрос не то что может я бы наверное хотел чтобы система налоговая вообще ушла из жизни человека потому что там где есть налоги там есть паразиты которые хотят к этим налогам присосаться поэтому нужно менять абсолютно новый подход к жизнеукладу человеческой сущности и коллективного жизнеуклада у нас есть личном кабинете потребительское общество там обучение по потребкооперации первую и четвертую сессию посмотрите я говорю об этом да что необходимо создать абсолютно новую систему взаимодействия между людьми при которых скажем понятие такое понятие как налоги и понятие спекулятивного дохода такие профессии как юристы брокеры это паразиты в данном случае считаю это паразит да которые которые скажем деньги делают из воздуха из воздуха делают я понимаю что из воздуха можно делать деньги ну к примеру человеку пришла мысль он сделал сочинил музыку да и он ее записал вот он из воздуха сделал деньги но когда люди из воздуха делают деньги и при этом страдают огромное количество людей огромнейшее количество людей за неправильных внедрение законов налоговой системы и люди начинают страдать и это идет только в разрез развитию общества и государства я называю это паразитами таких специальности и людей поэтому для того чтобы не допускать не то что не допускать а выйти в абсолютно другой разрез развитие общества необходимо высокоразвитые личности в этом обществе к сожалению сегодня и мы имеем очень такой классический пример нашей истории российской истории это рушение российской империи и приход большевиков к власти мы с идеей то хорошие были чтобы все были равны чтобы не было богатых скажем так чтобы ну и так далее так далее то есть идея с одной стороны равноправие земля этим крестьянам заводы рабочим но все же правильно с одной стороны было но почему не пришло к тому идеалу к которому стремились может быть потому что люди были слабо развитые на тот момент я смотрю по некоторым странам даже постсоветским вот такое ощущение что прошло сто лет а люди ничему не научились вот даже за последние 20 лет то что я вижу происходит как люди вроде бы забыли что было 20 лет назад что советский союз развалился почему это происходит люди в погоне за наживой я никак по другому не назову нажива быстрой наживы а нажива когда она быстрая нажива то она не прогрессирует она деградирует и люди которые находятся в этой быстрой наживе потому что очень легко заработали деньги еще не напрягаясь получается что мозг превращается в желе человек не развивается если кто помнит развал советского союза 90-е года когда очень легко можно было заработать миллион долларов вот я учился у человека как он заработал миллион рублей хотите я вам расскажу он пришел заработал с миллиона рублей мы с ним пошли к руководителю банка он взял миллион рублей кредит сразу же наличкой 50 тысяч отсчитал отдал ему налом мы зашли в кабинет отдал налом мы поехали на завод по обуви там делали обувь в Донецке в центре города он зашел купил на этот деньги но при этом 50 тысяч отдал и на 900 тысяч купил обуви приехали в ЦУМ тут же через 5 километров где обуви нету и заносит 50 тысяч там 850 заносит 50 тысяч директору ЦУМа и тот пересылает деньги на наш счет в банке ну на его компанию в банке и там что-то около полтора миллиона рублей то есть вот так вот полмиллиона раз за день не заработано он говорит учись пока я молодой студент мне тогда говорил но я потом видел что произошло с этим человеком где-то разбился на автомобиле потому что он мог бизнес сделать только так он не прогрессировал я помню те полубандитские организации которые очень с легкостью доставались им деньги так вот если у человека способ мышления только быстрая нажива он деградирует он не привносит пользу обществу он становится практически паразитом на теле общества и тогда люди сами допускают чтобы у них был такой паразит поэтому высокое развитие личности в первую очередь оно влечет за тем что в этом обществе тогда появляются руководители президенты там и так далее и так далее огромное количество людей которые тоже высокоразвитые и поэтому когда появляется высокоразвитый президент в стране но если не высокоразвитые люди то этот скажем президент очень быстро уходит или может быть случается так что прослойка между там руководителем страны и бомонд этот политический так называемый который не дает развитию в обществе это тоже происходит из-за того что именно в прослойке вот это вот политического бомонда и управляющих страной скажем так которые вот министры и так далее чиновники это люди которые пришли с целью наживы они с целью предоставления блага в обществе принести благо общества своей работы и поэтому абсолютно мое большое убеждение в том что люди сами виноваты в том что в той или иной стране в том или ином государстве появляются такие руководители которые потом имеют по полной свое население поэтому я призываю всегда в первую очередь пытался быть образованными высокоразвитыми личностями для того чтобы каждый находил себя в разных направлениях находил свое призвание в жизни шел по пути свое призвание сначала а потом может быть предназначение и привносил пользу в общество и тогда это общество поднимет его еще выше я рад тому что огромное количество сегодня людей с которыми я общаюсь и чиновники и скажем молодые политики которые достаточно высокоразвитые личности и которые приходят туда на эти места для того чтобы привнести пользу своей стране своему государству своей земле планете матушки и мыслят не категориями местечковыми князьковыми такими а уже такими вот масштабными макроэкономическими мышлениями где они все понимают и я думаю что вы понимаете что скайвей мы сможем построить только тогда по всему миру мы сможем ездить без паспортов и без виз только тогда когда во всем мире будет мир и когда скажем люди будут идти в развитии для того чтобы это произошло хочу вам сказать дорогие друзья много лет не надо десять лет достаточно чтобы у людей изменился полностью способ мышления но человеку никто не сможет изменить способ мышления если он сам не захочет себе его изменить поэтому я всегда призываю в первую очередь вкладывайтесь в образование в развитие в свое собственное развитие в развитие своих детей и не в традиционное развитие которое сегодня существует оно существует для подавления личности я противник традиционного образования которое существует в большинстве случаев оно создано для подавления личности не для раскрытия личностного потенциала детей и взрослых и так далее поэтому мы сами отвечаем за свое будущее с вами и только мы с вами можем его сделать прекрасным почему мы все задействованы skyway чтобы его привнести и сделать мир это прекрасно нужно понимать что способ мышления каждого из нас зависит от реализации быстрой реализации компании skyway по всему миру реализация различных проектов по всему миру знание это сила ну все да я смотрю дорогие друзья вопросов больше таких нету я очень рад да вот банки написали порабощают в новой системе жизнеуклада общества посмотрите мое видео называется новая экономическая эволюция мира я читал эту лекцию всего в симферополе то есть она есть это новая экономическая эволюция мира в симферополе в москве на крипто конференции вот я бы вам рекомендовал посмотреть ту которую симферополе я там два спина часа кажется или два часа она полная такая расширенная такая лекция новая экономическая эволюция мира посмотрите о новых подходах тенденциях которые люди должны получить потому что мы не сможем skyway построить слабо развитыми с низко развитыми личности мы skyway сможем построить только с высокоразвитыми личностями и с личностями которые с людьми которые обладают высоким потенциалом личностного развития а потенциал этот человек сам себе может привить никто ему привить не может кроме его самого все дорогие друзья я рад нашей беседе и хотел бы поблагодарить всех за уделенное время сегодня надеюсь я ответил на все вопросы которые у вас возникли и и и и и